«Акх!» Босс сбросила теневой камень в Джейн, после чего снова приблизилась ко мне и в спешке попыталась вернуть прошлую атмосферу. «Тогда, Хаджин, что мне теперь делать?» спросила Босс, играя с моей рукой. «Я знал, что она хочет услышать, но все равно переспросил. Что ты имеешь в виду?» Несколько разочарована, Босс вернулась к своему обычному «я» и сухим голосом продолжила. «Я жила, чтобы исполнить желание Лиончина, заняв его место. Реформирование группы Хамелеона, убийство людей и воровство предметов – все это было для него. Но сейчас, Босс остановилась и внезапно закрыла глаза. Сколько бы я ни ждал, она так и не закончила мысль. Я горько улыбнулся и притянул ее к себе. Хотя мы и не поцеловались, объятия были даже мягче. «Все в порядке. Я указал на членов группы Хамелеонов, ожидавших на первом этаже. Они готовили то, о чем мы с Юйонхой их попросили. У тебя есть они. Если у тебя нет цели, даже если ты больше ни в чем не видишь смысла, все это можно найти вместе со своими товарищами. Ты должна найти новую цель и смысл. На этот раз без убийств. Так ты сможешь прожить счастливую жизнь». Возможно, это и не лучший ответ, но учитывая мою ситуацию, это идеальное решение. Ответ прямо из учебника или просто клише, называйте это как хотите. Но Босс нежно улыбнулась даже моей настолько банальной фразе. Увидев эту улыбку и почувствовав, как бьется мое сердце, я еще раз убедился. Я хочу, чтобы эта женщина была счастлива. Я хочу, чтобы она смеялась. Я люблю в ней все. И все это только сильнее опечалило меня. Прямо перед тем, как битва с Баалом должна была начаться с новой силой, атмосфера была очень напряженной. В этой леденящей тишине прозвучало довольно расслабленное слово. «Дедушка, это была Чен Аюна». Все, включая Баала, повернулись к ней. Выражение лица Чен Аюны было несколько зловещим. Чичучхаль какое-то время апатично стоял, как будто не знал, как реагировать. Но вскоре он, как обычно, нежно улыбнулся. «Дед». Но Чен Аюна не улыбалась. Она смотрела на Чичучхаль немного обижена. «Когда все это закончится, нам нужно будет поговорить». Ее тон был пронизан шипами. Чичучхаль не знал, почему Чен Аюна рассердилась на него, но все равно кивнул. Баал. В этот момент вперед выступил Ким Суха. Баал посмотрел на Ким Суха сверху вниз и подумала внезапной трансцендентности юношей о влиянии на него барьера. Однако Ким Суха и все остальные не стали ждать, пока он закончит размышлять обо всем этом. Многие герои взревели, взывая к силам в глубинах своих сердец, и без колебаний побежали к Баалу. Баал наблюдал за их действиями своими суженными дьявольскими глазами. Стальной дух Хайн Кеса ранил его кожу. Буря Чичучхаля ударила ему в глаза. Элементали Рычел и духовная речь Айлин объединились, чтобы сформировать похожее на дракона существо, которое вцепилось своей пастью ему в шею. Меч Чен Аюны внезапно стал огромный и разрезал его грудь. Однако Баал никак не отреагировал. Он знал, что любые попытки контратаки будут сведены на нет мечом Ким Суха. Дьявол просто сосредоточился на успокоении своего сердца, не тратя в пустую свою энергию. Даже истекая кровью, Баал продолжал думать. Возможно, он был в отчаянии. Баал, словно человек, изо всех сил ломал голову, чтобы найти ответ. Это само по себе было достаточно унизительным, но благодаря такому поведению он вскоре смог прийти к разумному ответу. Основная причина того, что произошло, была в отсутствии сдерживающих сил мира. Чтобы снизойти, Баал изолировал пространство внутри барьера от сдерживающих сил мира. Это повлияло на Ким Суха, позволив ему достигнуть трансцендентности. Это было возможно только потому, что Ким Суха был героем с властью и в то же время являлся главным героем. Сохраняя молчание среди шквала атак, Баал искал только одного человека, Ким Хаджина. Глупые люди отказались от сделанного им предложения, но он был убежден, что мир погибнет, если Ким Хаджин не умрет. И когда это произойдет, он, Баал, тоже умрет. Где же ты? Баал не мог его найти. Скорее всего, дьявол не смог бы найти его, даже если бы у него была целая вечность. Все-таки, Ким Хаджин прятался в трещине барьера. Хах! В этот момент Баал издал удивленный вскрик. Зваяк! Он услышал, как что-то разрезает его сердце. Гигантский меч вторгся в истинное тело Баала. Баал смотрел на меч, пронзивший его кожу, и на женщину, держащую этот меч. Уха-ха-ха, как тебе? Больно, правда? Невысокая женщина, мечница по имени Чен Аюна, смотрела на него с улыбкой. Разум Баала затуманился от гнева. Я признаю. Я не могу победить всех вас, пробормотал Баал, превращая гнев в холодную ярость. Хотя это заявление и было унизительным, у него все еще был последний способ. Но вы, что, забыли? Если его барьер является почвой для роста Ким Суха, все, что нужно сделать, это разрушить его. Даже если Баал лишится своего истинного тела, на земле все еще были дьяволы и демоны под его контролем. Просить их о помощи не самое приятное занятие, но Баал знал, что сейчас просто не в состоянии заботиться о своей гордости. Его подчиненные уничтожат за него землю. Я могу умереть, но я бог зла, которого невозможно уничтожить. Баал посмотрел в непоколебимые глаза Ким Суха и заявил о своем намерении уничтожить барьер. Автор романа, наверное, описал бы его действие как самоуничтожение. Даже власть Ким Суха не должна быть в состоянии вмешаться в его попытки взорвать барьер вместе со всем, что внутри него. Веря в это, Баал уничтожил свое тело. Нет, он попытался его уничтожить. Пространство разума Пухарина. Чин Сахюк медленно открыла глаза, но из-за тьмы окружающей ее ничего не изменилось. Пространство разума Пухарина было мрачным. Холод, пустота и одиночество. Негативные эмоции, давящие на атмосферу, мешали ей двигаться. Чин Сахюк, полагаясь только на свои чувства, начала идти к месту, где мерцало определенное присутствие. Какое-то время пройдя вперед, Чин Сахюк внезапно остановилась. Интуиция подсказывала ей, что это именно то место. Колебания души звали ее. Чин Сахюк раскрыла ладонь, и вверх всплыл небольшой источник света. Вскоре свет частично развеял тьму окружающего пространства. В этот момент Чин Сахюк увидела его, своего дрожащего младшего брата, который сидел на корточках, окруженной одиночеством и тьмой. Ах! Ее дыхание остановилось. Густой, тяжелый огненный шар поднялся из глубины ее сердца и, казалось, сжигал все ее тело. Чин Сахюк проглотила боль и посмотрела на Пухарина. Его худое маленькое тело было бледнее, чем раньше, а его безжизненные зрачки были наполнены бездонной тьмой. Даже несмотря на то, что с тех дней прошли годы, Пухарин так и не вырос, оставшись маленьким мальчиком. Чин Сахюк зафиксировала свой взгляд на этой хрупкой фигуре, чтобы она не размывалась, чтобы не ускользнула, Пухарин. Голос Чин Сахюк не смог дойти до него и просто растворился в воздухе. Пухарин провел в этом темном месте десятки лет. Чин Сахюк уже знала, что простая встреча с ним ничего не изменит, Пухарин. Тем не менее, она снова позвала его. Мальчик не двинулся с места. Чин Сахюк прикусила губу и задумалась. Что ты делал здесь, в полном одиночестве? Ты ненавидел меня? Или ты искал свою мать, покинувшую мир раньше тебя? Чин Сахюк опустилась на колени и медленно протянула руку. Ее дрожащие пальцы коснулись лица Пухарина. Ледяной холод впился в сердце Чин Сахюк. Тело ее брата было таким же холодным, как у трупа. Чин Сахюк снова окликнула его. Пухарин. С третьей попытки внутреннее сознание Пухарина внезапно дрогнуло. Это был небольшой тримор, но он был вызван не Пухарином. Внешняя сила потрясла его внутренний мир. И учитывая, что этой силы было достаточно, чтобы повлиять даже на пространство разума, у Пухарина осталось не так много времени. Ей нужно спешить. Чин Сахюк знала, что она прямо сейчас должна сделать. Просить прощения она может начать и позже. Все еще стоя на коленях, Чин Сахюк положила руку на плечо Пухарина. Я знаю, что не имею права просить у тебя прощения. Скорее всего, Пухарин никогда не сможет простить ее, и она никогда не сможет искупить свои грехи перед ним. Так почему? По какой-то причине слова Баала внезапно всплыли у нее в голове. Слова о том, что этот мир является просто романом, где все решено заранее. Эти простые слова снова и снова звучали у нее в голове. И то, какой стала она, и то, каким стал Пухарин. Согласно Баалу, все это было предрешено историей, написанной тем человеком. Чин Сахюк издевательски рассмеялся. Но, знаешь, нет, слова Баала были просто жалким оправданием, способом переложить свою вину на другого через негодование и ненависть. Но Чин Сахюк считала себя королем. Из того, что она узнала, король не имеет права оправдываться. Как ни странно, именно Ким Хаджин помог ей осознать это. Он разрушил ее принципы и перековал их, пока она умоляла его о пощаде. «Я всегда хотел тебе кое-что сказать». Магическая сила хлынула из руки, касавшейся плеча Пухарина. Однако Пухарин даже не попытался посмотреть на происходящее. Его тусклые глаза, казалось, уже утратили способность видеть. Чин Сахюк продолжила. «Прости меня, мне правда жаль». С этим словами она высвободила свою магическую силу. Власть манипуляции реальностью проникла в Пухарина, и его плечи слегка задрожали. Чин Сахюк закрыла глаза и спокойно пробормотала. «Можешь целую вечность уничтожать меня изнутри, находясь в моем сердце». Ее магическая сила вспыхнула, словно пламя. Распространившись по всему телу Пухарина, магическая сила Чин Сахюк разрушила его тело. Подобно облаку пыли или лепесткам цветов в ветреную ночь, Пухарин разлетелся во все стороны, словно его никогда и не существовало. В этот момент Чин Сахюк убила Пухарина во второй раз, но на этот раз это была немного другая смерть. Ха, Чин Сахюк глубоко вздохнула. Она втянула остатки Пухарина, смешанные с воздухом, и ее тело вспыхнуло синим светом. Это было то, о чем Чин Сахюк подумала, когда увидела, как Шин Менчхаль встретился с Шин Джонхаком. Моргс запер душу Пухарина в своем теле, а Шин Менчхаль жил в пространстве разума Шин Джонхака. Кто сказал, что она не может сделать то же самое? Нет, она была уверена, что добьется успеха. Я король, превосходящий дьяволов. Как король, я приму Пухарина. Это слишком опустошенное место. Не знаю, окажется ли мое сердце хоть немного теплее, но я не могу позволить, чтобы ты и дальше сидел в этой тюрьме. Это из-за меня ты в итоге оказался здесь, а значит, именно я и должна высвободить тебя. Ты можешь сколько угодно кричать и проклинать меня. Даже если ты истерзаешь мне сердце, доведя меня до смерти, я не буду жаловаться. Пошли. На этот раз вместе. Конечно, можно сказать, что все это не более чем одностороннее похищение, не требующее одобрения Пухарина. Как бы то ни было, Чин Сахюк использовала метод, который был как раз в ее духе. Ты-зы-зы-зы-ты. Пухарин издал электрический звук и проник в сердце Чин Сахюк. В этот же момент тело Чин Сахюк начало перегружаться. Душа Пухарина столкнулась с ее душой, омывая ее сознание нечеловеческой болью. Но Чин Сахюк терпела. Даже раз за разом кашляя кровью, она терпела эту душераздирающую боль. Ко-он. Когда душа Пухарина достигла сердца Чин Сахюк, снаружи раздался глухой удар. Чин Сахюк почувствовала, что этот удар был куда стабильнее, чем предыдущий. В то же время она внезапно почувствовала знакомый запах. Судя по всему, в ситуацию наконец-то вмешался тот человек. Чин Сахюк закрыла глаза, чувствуя облегчение. Шва-а. Вскоре тело Моракса начало рушиться. Оно не могло поддерживать свою форму, лишившись души. Пока тело гигантского дьявола рассыпалось на нечто похожее на пыль, Чин Сахюк продолжила терпеть эмоции Пухарина. Неконтролируемая боль, негодование и печаль принимая их всем своим телом, Чин Сахюк тонко улыбнулась. Хотя она не могла придумать никакого подходящего описания для этой улыбки, по крайней мере, она считала, что она похожа на королевскую. Если бы ее песец был здесь, он бы наверняка дал ей достойное имя, например, улыбка короля. Думая о таких тривиальных вещах, Чин Сахюк потеряла сознание. Барьер медленно сжималось, небо сужалось, земля проваливалась вниз. Видя все это, герои сразу же поняли, что задумал Баал, и в результате битва стала еще более напряженной. Стальной дух и духовная речь. Магические мечи элементали. Фехтование и удары руками. Собравшиеся здесь герои использовали все, что у них было. Чычу Чхаль создавал волны природных сил, взрывая части тела Баала, Аханьки скромсал его кожу. Чина Юна тем временем подняла свой магический меч, чтобы подтолкнуть падающее небо вверх и подпереть его. Не опускайся, проклятый потолок. Кху Элре. То, что она делала, могло показаться забавным, но на самом деле это было одно из важнейших условий для победы. Магический меч Чен Аюны задерживал сжатие барьера. Мало того, это могла осуществить только Чен Аюна, поскольку объем ее магической силы значительно превзошел уровень людей. Хаб. Ким Суха взмахнул мистел Тинном. Он хотел стереть сам факт действия Баала. Однако это было не так просто. Ким Суха отрубил ему руку, срезал с него шкуру и даже оторвал ему крылья, но волю сильнейшего дьявола было просто не уничтожить. В конце концов Ким Суха даже задумался о том, чтобы собственными руками разрушить барьер, не позволяя ему самоуничтожиться. Но даже это было невозможно. Окружающих их всех барьер был формой защиты от вмешательства мира. Другими словами, именно он предоставил Ким Суха возможность достигнуть трансцендентности. Из-за этого власть Ким Суха не могла разрушить барьер. Бесполезно. Баал тоже знал, что происходит. Судя по насмешливому тону, дьявол уже обуздал свой гнев. Тем временем разрушение барьера продолжалось. Вскоре пространство полностью сожмется и, не выдержав собственной плотности или давления, взорвется. Даже Баал не сможет выжить после такого взрыва, но, да, и он и герои внутри барьера умрут. Он, поскольку смерть отличается от уничтожения, Баал однажды сможет вернуться на землю. Его смерть будет лишь временной, и земля не сможет избежать разрушения. Баал с самого начала создал игру, в которой его победа была гарантирована. Ты проиграл. Баал зловеще улыбнулся, а затем выкрутил руку. Небо внутри барьера начало рушиться еще быстрее. Кра-ра-ра-ра-ра. Когда раздались громовые звуки разрушения, Баал увидел в глазах героев признаки отчаяния. Он ухмыльнулся. Черный экстаз захлестнул сердце злого бога. И в этот момент, с неба раздался мистический голос. Бесполезно, и кто же так решил? Этот несколько сухой голос сразу привлек внимание всех присутствующих. Герои были сбиты с толку, но глаза Баала расширились от шока. Он повернулся в сторону голос. Из-за всех тех атак, что ты стерпел, ты теперь практически беззащитен. Теперь, лишившись внешней кожи, ты должен быть куда слабее против атак извне. Верно? Только тогда Баал взглянул на свое тело. Демоническая энергия вытекала из многочисленных порезов и трещин на его коже. Он с опозданием пробудил свою демоническую энергию, чтобы создать барьер. Однако Ким Суха мгновенно аннулировал его. Это до самого конца. Так же, как Баал злился на Ким Суха. Посмотрим, сможешь ли ты выдержать вот это. Эта атака немного особенная. Бум. Громоподобный взрыв сотряс барьер. Ким Суха, Чен Аюна, Рычел, Юнь Суна, Хэнкис, Чичучхаль, Баал и Был. Все смотрели прямо на нее, на пулю, летящую вперед, оставляя за собой белое, разорванное пространство. Пуля, излучающая яркий свет и, словно комета, оставляющая за собой белый хвост, безжалостно впилась в сердце Баала. Пызызызыты. В тот же момент, когда пуля достигла сердца Баала, его глаза широко распахнулись. Саморазрушение барьера прекратилось. Сила удара оборвала волю Баала. Кху. Кху. Баал закашлялся кровью. Красновато-черная жидкость стекала из пасти дракона. Даже корчись от боли, Баал отказывался верить в реальность происходящего. Пуля со сдерживающей силой такая вещь просто не может существовать. Просто не может. Баал взревел. Он мгновенно определил местонахождение стрелка, используя направление, откуда пришла пуля, и впился в него глазами. Это был тот самый проклятый человек. Этот высокомерный, ленивый человек стоял с направленным на него пистолетом. Баал открыл рот и выдохнул в него демоническую энергию, смешанную с кровью. Дыхание, наполненное намерением убить, ринулось вперед по тому же пути, что и пуля, но... Хорошая попытка. Ким Суха снова одним ударом развеял его атаку. Ким Суха улыбнулся, глядя на дьявола. Баал также сдержал свой гнев и презрительно посмотрел на Ким Суха. В этот момент на поле битвы опустилась гробовая тишина. Герой и дьявол лишь молча смотрели друг на друга. Отвращение, негодование или смирение, неизвестные чувства мелькали в их глазах. Однако холодное молчание длилось недолго. Вскоре Баал глухо усмехнулся. Как дерзко меня просто распирает желание все здесь уничтожить. Ким Суха не позволил Баалу продолжать. Его непоколебимое правило, никогда не ослаблять бдительности, заставило героя действовать. Ким Суха издал воодушевленный крик и взмахнул мечом. Увидев атаку Ким Суха, в которую тот вложил все свои силы, многие другие герои сделали то же самое. Баал просто наблюдал за ними. Сломись. Короткая фраза Айлин, наполненная огромным количеством магической силы и волей мастера духовной речи. Гигантский меч Чен Аюны, излучающий ужасающее количество магической силы. Острый стальной дух Хайнкеса. Бесчувственные атаки природы Чичучхоля. Очищение Рычел, активированное при помощи меча Фей, Галатина и ее элементарий. Белый цветочный меч Юнь Суна, который цвел куда бы ты ни посмотрел. Великая магия Шимурин, сотрясающая землю. Магия экзорцизма Харин, которая смогла пробить защиту даже Баала. Багровое электричество Ючинуна, струящиеся по воздуху. Волки Юсихюка, со звериным рвением несущиеся к шее дракона. Неугасимое пламя Ли Юнхана. Все это усиливало великолепие удара Святого Меча. Барьер Баала. Я трансформировал десерт Ягли в снайперскую винтовку. После нескольких металлических щелчков механизмов, пистолет увеличился в размерах. Ствол слился с эфиром и устрашающе выдвинулся вперед, смотря прямо на существо вдали. Баал все еще не двигался. Я не переставал думать, в какую часть тела мне выстрелить, в сердце, голову, глаза. Ничто из этого не выглядело как слабое место. В конце концов, даже пуля, убивающая богов, не сможет с легкостью пробить защиту сильнейшего дьявола. Проблема заключалась в энергии пули и прочности внешней оболочки Баала. Разрушительная сила пули, убивающей богов, была не такой уж особенной. Я не мог сделать так, чтобы пуля могла разрезать все, что угодно, как это делал Ким Суха, не мог сделать так, чтобы она прорвала защиту Баала с помощью чистой силы, как Чин Аюна, и не мог изменять свойства всего сущего с помощью манипуляции реальностью, как Чин Сахюк. Несмотря на то, что моя атака способна нанести критический урон дьяволу, достигшему божественности, она должна сначала пробить внешнюю оболочку моего противника. Пуля, убивающая богов, не могла этого сделать. Я продолжать обдумывать свои варианты, но вскоре понял, что в этом нет необходимости. Баал решил сосредоточиться на самоуничтожении и взрыве своего барьера. Из-за этого он не обращал внимания на атаки героев, так что по мере того, как битва продолжалась, на его теле появлялось все больше и больше ран. Демоническая энергия, словно песок из мешка, сочилась из трещин в его коже. Хотя барьер и правда начал сжиматься быстрее благодаря такой самоотверженной концентрации своего создателя, для меня все это не имело значения. Клик. Я зарядил снайперскую винтовку и начал вливать в нее всю магическую силу клейма, что у меня была. Как только она закончилась, я использовал разгон и продолжил усиление. Это был непростой процесс. На мгновение мне показалось, что мою душу стремительно высасывают. Буйствующая магическая сила клейма словно захватила мой разум и безумно сотрясала его. Все это продолжалось, пока кто-то не коснулся моего плеча. Хаджин. Голос ухватился за мое почти рассеявшееся сознание. Нежная рука коснулась моих щек. Я увидел лицо босса, которое смотрело на меня теплым взглядом. Спасибо. Вырвавшись благодаря ей зацепенение, я медленно убрал ее пальцы, а затем снова сфокусировался на курке. Босс. Надеюсь, ты не забыла. У меня есть уникальный скилл, ты помнишь какой? Под огромным давлением, оказываемым магической силой клейма на мое тело, я едва мог говорить, но все-таки выдавил из себя пару слов. Да, помню. Даже если будет казаться, что я мертв. Я снова активировал магическую силу клейма. Он пылало вокруг меня, словно лесной пожар. Разогнанная магическая сила вытягивала жизненную силу из моего сердца, мгновение за мгновением усиливая пулю. Мой скилл вернет меня к жизни. Босс с горько улыбнулась и кивнула. На этом усиление завершилось. Я бы не смог выжать из себя еще больше магической силы клейма даже если бы решил рискнуть чем-то большим, чем моя жизнь. Так что, если это не сработает, нас-нас уже ничто не спасет. С помощью разгона вы получили 1353% магической силы клейма. Появилось системное уведомление, которое объявило, что я смог выжать из себя 1355 полос клейма. Почему-то мне стало легче. Я вложил все свои силы в эту пулю. Бесполезно. В этот момент я услышал высокомерный тон балла. Я в последний раз посмотрел боссу в глаза, а затем усмехнулся, глядя на поле битвы. Ты проиграл. В воздухе раздалось объявление дьявола о его собственной победе. Вряд ли я смогу подобрать момент лучший, чем этот. Бесполезно. И кто же так решил? Выпалил я, вместе с этими словами выплевывая комок крови. Несмотря на то, что магическая сила клейма продолжала подавлять мой голос, Баал мгновенно повернулся и посмотрел на меня. Его глаза были поистине устрашающими. Однако я не боялся. Я был уверен, что моя пуля пронзит его сердце и уничтожит его. Посмотрим, сможешь ли ты выдержать вот это. Эта атака немного особенная. Я нажал на курок, глядя в глаза Баалу. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Раздался оглушительный взрыв, ударная волна от которого сотрясла барьер. Я впервые услышал такой громкий выстрел. Укх. Однако у такого невероятного выстрела был один серьезный побочный эффект. Пуля, убивающая богов, уничтожила дуло десерт Ягли, разорвав его на части. Остатки моего любимого оружия шрапнылью обрушились на меня. Несколько металлических кусочков вонзилось в мое тело, проходя сквозь и разрывая его на части, но большинство из них было успешно заблокировано боссом. Сшвая, убивающая богов пуля непоколебимо летела вперед. Я восхитился великолепным следом, который она оставляла за собой в воздухе, но к сожалению, я не смог увидеть результат своего выстрела. Мое тело пошатнулось. Изо рта вылетело несколько капель слюны. Или, возможно, это были капли крови. Мир перед моими глазами закружился настолько сильно, что я перестал понимать, в какую сторону я вообще выстрелил. Спустя мгновение все мое тело перестало подчиняться моим командам. Если бы не босс, я бы позорно рухнул на землю. Хаджин. Хаджин. Хотя я и сказал ей, что не умру, босс сволновалась. Ее взволнованный голос какое-то мгновение звучал у меня в ушах, а затем полностью затих. Несмотря на то, что босс сдержала меня, мне казалось, что я тону в бездонном болоте. Кто-то тянул меня вниз. Я слышал, как меня зовет незнакомый голос. В момент, когда мое сознание практически растворилось, в темноте появились голубые слова. Последняя арка. Я почему-то смог прочитать эти два слова, но вскоре просто продолжил бесконечно погружаться все глубже и глубже, словно приближаясь к какому-то месту. У меня было сильное предчувствие, что, когда я проснусь, меня будет ждать некая встреча. И в этом неприятном хаосе я потерял сознание. Корейская граница. Территория Баала полностью исчезла и вместо нее появилось обычное зеленое поле. Солнце освещало голубое небо ясным светом. Земля, насыщенная зелеными и желтыми цветами, сияла под солнечным светом. Вау! Это было красивое зрелище. Ким Суха с трепетом воскликнул, внезапно задумавшись, не спит ли он. Лежа на земле и глядя на настоящую природу, предыдущие сражения казались какими-то далекими и нереальными. Ах, но осознание реальности произошедшего довольно быстро вернулось к нему. Ким Суха попытался встать, но его тело не двигалось. В нем не осталось энергии даже на то, чтобы пошевелить пальцем. Ким Суха едва повернул голову и кое-как огляделся. В этот момент он увидел Баала. Сильнейший дьявол все еще был жив. И, в отличие от героя, он даже не валялся на земле. Хотя на его теле и была глубокая рана, Баал все еще стоял и пристально смотрел на него. Ким Суха почти подсознательно усмехнулся. Мы проиграли? Слабая мысль всплыла в его голове, но лишь на мгновение Ким Суха раздался несколько знакомый голос. Только тогда Ким Суха взглянул на то, что было за Баалом. Сначала он увидел армию Кривона, оккупировавшую землю. Люй Бу и Кипрон, Ланселот, Ким Юсин и императрица Араха все они излучали золотой свет, который был ярче солнечного. Затем он увидел гигантский замок и корабль, которые висели в небе. Первый был волшебным замком Медвы, а второй – судном Генкелапы. И они были не единственными, кто был рядом. Я здесь. Плечи Ким Суха дрогнули, когда он перевернулся. Перед Баалом стояло поистине невероятное количество героев. Сущность пролива, священная милость Творца, опустошенная луна, святилище холода. Стоя посреди лидеров гильдии и членов храма правосудия, Чен Аюна улыбалась, глядя на него. «Ты, что никогда не устаешь». Ким Суха немного опешил. Каким образом Чен Аюна все еще могла стоять, истратив такое количество магической силы. Просто невероятная выносливость. Сейчас не время уставать. Чен Аюна покачала головой и протянула ему руку. Ким Суха принял помощь и встал. Баал глубоко запавшими глазами наблюдал за тем, как главный герой поднимается с земли и отходит от него. В этот момент Чен Аюна подняла свой меч и направила его на дьявола. Второй раунд. Или, подожди, это уже третий раунд. Услышав эти явно адресованные ему слова, Баал горько улыбнулся. Он знал, что его поражение уже предрешено. Горькое смирение заполняло его сердце. Пораженный пулей, убивающий богов, Баал чувствовал, как его сердцебиение медленно замедляется. Он знал, что у него осталось мало времени. Скоро его сердце полностью остановится. Но Баал не знал, будет ли этот конец смертью или уничтожением. Но пока он просто сожалел. Было ли его поражение предрешено судьбой? Было ли все изначально создано так, чтобы он никогда не смог победить? Был ли он действительно создан, чтобы проиграть? Как жаль. Если да, тогда было бы хорошо побушевать чуть сильнее и загнать людей в угол, действовав с большей решимостью. Тогда, возможно, он бы получил крошечный шанс на победу, доведя людей до грани отчаяния, Баал. В этот момент дьявол услышал, как кто-то позвал его и повернул голову. Там он увидел Белла, с которым они были очень похожи. Старый друг с жалостью в глазах смотрел на него. Баал не мог не жаловаться на свое положение. Он не только не смог осуществить свое желание, но еще и стал кем-то, к кому человек смог испытывать жалость. Нет, он еще не сдался. Баал, опусти голову, Белл, моя битва еще не закончена. Баал сорвался на своего старого друга и высвободил свою демоническую энергию. У него все еще было достаточно энергии, чтобы захватить с собой несколько человек. Если бы он сдался, ничего не сделав, как бы Баал смог продолжить называть себя дьяволом? Баал, в этот момент раздался рев, пробудивший его боевой дух. Баал повернулся в сторону голоса. Шин Джон Хак стоял на холме не так далеко от него. Баал узнал его. Этот парень был внуком Шин Мен Чехаля, человека, который заключил с ним контракт и впустил в этот мир, Баам. Увидев его, Баал почувствовал, как его сердце слабо запульсировало. Трансцендентные чувства дьявола уловили следы души Шин Мен Чехаля, которые остались на сердце Шин Джон Хака. Ха. В такой момент встретить человека, который когда-то предоставил ему возможность попасть в этот мир. Неужели это тоже шутка судьбы? Но эта шутка Баалу понравилась. С искренне довольной улыбкой Баал собрал в руках свою демоническую энергию. Шин Джон Хак нацелил копье завоевателя на горло дьявола и закричал. Я пришел за твоей головой. Почему он такой шумный? Баалу не нравилось, что Шин Джон Хак ведет себя как идиот, но в то же время ответил на это искренним смехом. Как бы то ни было, впереди его ждало сладкое и опасное поле битвы. На этом его экспедиция закончится. Из-за того, что он поставил на кон свое сердце, она была хаотичной. Из-за того, что он осознал свое происхождение, она казалась бессмысленной. Это был бой, в котором на кону была его жизнь. Поражение означает как смерть, так и уничтожение. Но даже если он потерпит поражение, даже если его поражение уже гарантировано, все нормально. Ладно, на этот раз я буду атаковать. Чтобы почувствовать то единственное, чего он никогда не мог испытать истинную смерть, Баал сделал шаг вперед. Сущность пролива, вид больница. Ким Суха медленно открыл глаза. Яркий солнечный свет сразу же затуманил его зрение. Легкий ветерок мягко щекотал кожу. Пару секунд насладившись природой, Ким Суха внезапно дернулся и коснулся своего живота. Хух. С его губ сорвался вздох облегчения. Похоже, он не умер и не проснулся в загробной жизни. Ты очнулся? Раздался знакомый голос. Ким Суха наклонил голову и повернулся в сторону. Юйонха? Юйонха слабо улыбнулась, кивая головой. Хорошо. Ты меня узнал. Не было бы ничего удивительного, если бы ты потерял память из-за такой раны. Ким Суха несколько ошеломленно посмотрел на нее, а затем приподнял верхнюю часть тела. Область вокруг солнечного сплетения болела, но не так невыносимо, чтобы он не мог сесть. Не беспокойся обо мне. Что случилось с Баалом? Первым делом Ким Суха решил спросить именно об этом. К нему вернулись последние воспоминания. Он одну за другой разрезал атаки демонической энергии Баала, но затем из-за накопившейся усталости, копье демонической энергии вонзилось в его живот. Вот и все. После этого он ничего не помнил, кто знает. Юйон Ха игриво уклонилась от вопроса. Ким Суха расстроился. Конечно, тот факт, что Юйон Ха сейчас здесь, вероятно, означает, что ситуация в какой-то степени решена. Не в силах больше сдерживать любопытство. Ким Суха схватил пульт от телевизора возле кровати и включил новости. После уничтожения Баала, земля находится на критическом перекрестке. Эта фраза сразу избавила его от напряжения. Ким Суха вздохнул с облегчением и повернулся к Юйон Хе. Баал умер, и мым. Он исчез, вместе с Беллом. Но ответ Юйон Ха был довольно расплывчатым. Ким Суха нахмурился и переспросил. Он исчез? Ага. Никто не знает, где он. Он выглядел так, словно уже мертв, но у нас нет никакой возможности подтвердить это. В конце битвы в сражение вмешался Белл и спустя мгновение, и они оба исчезли. Белл и Баал. Ким Суха не знал, как связаны эти два близнеца. Но Юйон Ха, похоже, о них уже все знала. Я слышала о них от великой волшебницы. Шамурин ним с усмешкой объяснила Юйон Ха. Что? Расскажи. Мне же тоже интересно. Тем временем Ордын уже вернулся во Владивосток. Местные жители встретили своего богохранителя с распростертыми объятиями. Че что? А Ордын? Ведущий новостей спокойно рассказывал о том, чего не знал один из важнейших членов атаки на Баала. Ким Суха потребовала Тью Йон Хе объяснений, но она только пожала плечами. Почему ты вообще спрашиваешь? Разве это не ты отпустил Ордына? Ким Суха вздрогнул и закрыл рот. На самом деле он не подтверждал, умер Ордын или нет. Он даже солгал об этом, отвечая на вопросы ассоциации героев. Причина была в том, что он вспомнил о себе и Чин Сахюк, когда смотрел на Ордына и Куру Куру. В отличие от его прошлого Я, который пытался убить своего мастера, Куру Куру пытался спасти Ордына даже ценой собственной жизни. Вот почему он не смог заставить себя добить Ордына своим мечом. Тем не менее, он помнил, что подтвердил отсутствие дыхания у короля монстров. Все в порядке. Ордын – наш союзник. Ю Йон Ха внезапно спроецировала информацию одного из контактов в своем браслете. Имя Ордын открыто красовалось сверху. Хэм? Что это? Как тебе? Бьюсь об заклад. Я первая, кто получила номер Ордына. Ха. Видя, как горда Ю Йон Ха, Ким Суха не знал, как реагировать. В любом случае, ты не хочешь выйти с палаты? На Юна, Сона Унни и все остальные уже в вестибюле. Че На Юна и Юнь Суна. Когда он услышал эти два имени, лицо Ким Суха расплылось в улыбке. Однако в следующий момент, когда он вспомнил другое имя, выражение его лица застыло. А что насчет Хаджина? О, тебе не нужно о нем беспокоиться. Он тоже здесь? Нет, он в более безопасном месте. Ю Йон Ха горько улыбнулась. Ким Хаджина не было в этой больнице. Но поскольку он был с группой Хамелеона, он, можно сказать, был в куда более безопасном месте. В конце концов, это босс, похоже, любила Ким Хаджин больше, чем кто-либо другой. Ким Суха задумался. Он думал о воспоминаниях, которые вложил в него Баал. Если Хаджин действительно является автором, сотворившим этот мир, то как к нему теперь относится? Ким Суха? Вздрогнув от удивления, Ким Суха поднял голову. Ю Йон Ха подозрительно смотрела на него. О чем ты думаешь? Эээ, ах, что ж, сейчас не время об этом беспокоиться. Об этом можно поговорить и позже, когда он встретится с Хаджином. О всяких пустяках. Эм, пойдем, я хочу встретиться с остальными. Ким Суха поднялся, держась за живот. Ю Йон Ха предложила ему помощь, но он отказался и встал сам. Внезапно ему стало любопытно, как он выжил после получения такой серьезной раны. А тебе интересно? Ну, ты ведь знаешь Ли Юри, Хаэм? Девочка, которую ты спас когда-то. Помнишь, еще в музее? Ах, она обладает властью исцеления. Без нее ты был бы мертв. Ли Юри, девочка, которую они с Чена Юной спасли, когда были в Кубе. Он слышал, что она была кем-то важным, но подумать только, что она обладает властью исцеления. Нужно будет потом поблагодарить ее. С подарками, конечно же. Ким Суха с ухмылкой открыл дверь, что за. В этот же момент он замер с широко раскрытыми глазами. Перед его глазами был широкий и необъяснимо роскошный коридор больницы. Пол был покрыт золотым мрамором, люстры свисали с потолка, освещая все вокруг, а у круглых диванов и дорогих кресел собралось множество людей. О, Ким Суха, ты в порядке? Закричала Чена Юна, которая увидела Ким Суха первой. Она громко рассмеялась, а затем подняла в воздух ребенка, которого держала под подмышкой, и показала ее Ким Суха. Смотри. Разве она не милая? Это ребенок, которого родила Рычел. Ее зовут Иван Дель. Аэх, Акх, Аэээн. Ребенок, которого держала Чена Юна. Иван Дель изо всех сил пыталась вырваться из рук демона, в результате чего Рычел пришлось вмешаться и забрать ее. Рычел обняла Иван Дель. Не поднимай ее так. Кроме того, я не рожала Иван Дель. Она, Рычел остановилась посреди предложения. Иван Дель смотрела на нее мокрыми глазами. Рычел действительно не рожала ее, но принцесса чувствовала, что если еще раз скажет это, то ранит чувство девочки. Чена Юна лукаво улыбнулась и спросила. Да? Тогда как она появилась? Рычел позволила Иван Дель отойти от Чена Юны. Наконец, вырвавшись из лап демона, девочка полетела к Юнь Сона, которая начала нежно гладить ее. Ха-ха-ха, а вот и наш герой. В этот момент Ким сухо услышал пожилой голос. Он узнал владельца голоса даже не обернувшись. Ну что, как твое тело? Хэнкис поднял левую руку и спросил. Его правая рука уже полностью превратилась в стол и была серой. Теперь восстановить его правую руку просто невозможно. Я в порядке. Но ваша рука. Я тоже в норме. В моем возрасте потеря контроля над одной рукой, это нормально. Ну, ладно, я тебя отпущу. Такому старику, как я, нужно побольше отдыха. Да, сэр. Ким сухо попрощался с Хэнкисом и сел рядом с Юнь Сона. В этом вестибюле действительно было много героев. Юси Хюк, Ахин, Ю Ченун, Ли Юнхан, Айлин, Николас, Чен Аюна и Ван Дель, Ли Юнхан. В воздухе было настолько много разных разговоров, что услышать что-то конкретное было невозможно из-за какофонии голосов. Ах, перестань меня провоцировать. Айлин внезапно закричала и кого-то оттолкнула. Эхм. Что плохого в том, что учитель хочет увидеть травмы своего ученика. Этим кем-то была никто иная, как Ахин. Ахин нахмурилась и схватила Айлин за голову. Ах, аэркх. Айлин изо всех сил сопротивлялась, но не могла заставить себя использовать духовную речь. Сухо. В этот момент нежный голос окликнул Ким Сухо. Это была Юнь Суна, в объятиях которой все еще была Иван Диль. Юнь Суна подняла руку девочке и слегка помахала. Скажи привет. Это Иван Диль, будущий 9-звездочный маг. Иван Диль это Ким Сухо. Вице-лидер моей гильдии. А, да. Привет Иван Диль. Ум здра. Здравствуйте. Иван Диль, которая быстро спряталась за Юнь Суна, казалась очень застенчивой. Она выглядела как уменьшенная версия Рычел и была невероятно очаровательной. Ким Сухо улыбнулся и попытался подойти немного ближе. Иван Диль становится все милее каждый раз, когда я ее вижу. В этот момент внезапно появилась Юй Йон Ха. Она оттолкнула Ким Сухо в сторону и подошла к девочке. Однако Юнь Суна прищурилась и заблокировала Юй Йон Ху. Ты встретила ее только сегодня. Но я уже видела ее давным-давно. Пока Ким Сухо, посмеиваясь, наблюдал за их борьбой за власть в его ушах отчетливо зазвучал репортаж из телевизора в углу вестибюля. Мы не собираемся останавливаться. Пережив нападение такого великого зла, как Баал, человечество, Ким Сухо решил перевести внимание на репортаж. Но перед этим, я должен кое-что сказать. Есть кое-что, что я должен исправить. На экране был Шин Джон Хак. Он, стоя на вершине подиума, громко заявил, как внук Шин Мен Чхаля и как герой этого мира. На лице Ким Сухо появилась улыбка. И в этот момент, что-то промелькнуло у висков Ким Сухо. На долю секунды его коснулось странное, неприятное чувство. Из-за этого чувства он не смог услышать речь Шин Джон Хака. Хотя, честно говоря, он бы все равно ничего серьезного не услышал. Вступление Шин Джон Хака было слишком длинным. Прямо сейчас он говорил о временах, когда ему было три года. Нет, проблема была совсем не в этом. Ким Сухо был охвачен чувством, что что-то изменилось. Это чувство, промелькнувшее у него только что, казалось, каким-то образом исказило мир. Хотя это его беспокоило, ощущение было слишком слабым и мимолетным, чтобы он мог хоть как-то изучить его глубже. Не имея выбора, Ким Сухо нахмурился и попытался сесть. Тем не менее, похоже, он был не единственным, кто почувствовал это. Че что это было? Я, я не знаю. Че на Юна и Рэйчел наклонили головы на бок прямо в разгар ссоры. То же самое было с Иванделей Юйонхой. Ивандель перестала двигаться, ее глаза широко распахнулись и замерли, как у робота с разряженной батареей, в то время как Юйонха, которая терлась щекой о голову девочки, внезапно нахмурилась и начала оглядываться. Однако, похоже, кроме них никто больше не ничего не почувствовал. Все остальные вели себя словно ничего и не произошло, даже при том, что их чувства не были хуже тех, кто ощутил изменения. Ким Сухо подошел к одному из тех, кто что-то почувствовал. Первой была Че на Юна. Эй, Че на Юна, что только что произошло? Они не могли понять, что изменилось. Возможно, они никогда не узнают. Гереререрка. Дверь больницы внезапно открылась, и в комнату ворвалась целая куча людей. Ах так вы все были здесь. Это была Медея, императрица Араха и ее генералы. Они, ярко улыбаясь, присоединились к группе героев. Я, императрица Араха, хочу кое-что сказать всем вам. Договорив Араха начала ждать, пока герои в холле обратят на нее внимание. В конце концов, она была императрицей Кривона, оказавшей огромную помощь Земле. Эй, народ, но присутствующие лишь мимолетно взглянули на нее и быстро вернулись к своим разговорам. Убежище группы Хамелеона. Босс собрала всех членов группы Хамелеона в их убежище. Пещера, которую Ким Хаджин модифицировал в прошлом, все еще была в отличном состоянии. Благодаря гоблинам-слугам все было безупречно чистым и даже выглядело лучше, чем раньше. Когда все уселись, Босс сделала простое объявление. Хотя содержание и было серьезным, все восприняли его легко, поскольку ничего удивительного никто не услышал. Босс объявила о распуске группы Хамелеона. Что ты теперь собираешься делать? После короткой церемонии распуска, Джейн подошла к Чок Чингену, сидевшему на диване. Чок Чинген взглянул на нее и пожал плечами. Я не знаю. Учитывая причину, по которой была сформирована группа Хамелеона, расформировать ее здесь и сейчас было логичным решением. Босс сформировала новую группу Хамелеона, чтобы отомстить за Лион Чина. Но теперь, когда они узнали всю правду, ну, честно говоря, все превратилось в какую-то кашу. Где Босс? И что она делает? Услышав вопрос Чок Чингена, Джейн усмехнулась и покачала головой. Босс? Она больше не наш босс, теперь она лидер нашего клуба. Джейн проецировала голограмму с помощью своего браслета. Социальный клуб «Цветные телята». Лидер клуба «Либель». Члены клуба «Шесть». Я сейчас пришлю тебе приглашение. Чок Чинген недовольно взглянул на голограмму, но все же включил свой браслет и подал заявку на вступление. Джейн продолжал говорить, ярко улыбаясь. Вчера она похоронила труп Лион Чина в пандемониуме, а сегодня сказала, что будет искупать свои грехи всю оставшуюся жизнь. Искупать грехи? Ага. Судя по всему, она дала обещание Хаджину. И как она собирается их искупать? Я не знаю, но у босса достаточно богатства, чтобы прокормить целую страну, так как сейчас много сирот, ее деньги можно будет использовать на благо общества. Чок Чинген тихо вздохнул. Искупление грехов. Действительно ли это возможно? Грех убийства тысячи человек нельзя смыть, просто спася миллион. Люди, у которых им нужно просить прощения, уже мертвы. И даже если они вернутся к жизни, единственный способ попросить у них прощения – это предложить им свои головы. А что, ты тоже хочешь так поступить? Нет, мгновенно ответил Чок Чинген. Ответ был настолько быстрым, что Джейн слегка опешила. В этот момент Чок Чинген встал. Каэн. Каэн. Возможно, из-за того, что он только что вернулся после убийства оставшихся демонов, его огромное мускулистое тело создавало нечеловеческий грохот при каждом движении. Вместо того, чтобы искупать свои грехи, я бы предпочел, чтобы кто-нибудь убил меня, мстя за тех, кого убил я. Что ж, сомневаюсь, что кто-нибудь сможет меня убить. Пэф ты. Джейн слабо улыбнулась. По правде говоря, она была согласна с Чок Чингеном. Босс была, вероятно, единственным человеком в группе Хамелеона, кто вообще думал об искуплении своих грехов. Все остальные знали, что они убили слишком много людей и совершили слишком много грехов, чтобы снова стать нормальными людьми. Ну, тогда, почему бы нам не пойти сделать то, что должны? Должны? Джейн многозначительно улыбнулась. Когда Чок Чинген прищурился, Джейн достала толстый конверт. Что это? Им им, наверное, информация об инциденте, который босс хочет завершить должным образом. Чок Чинген схватил конверт. На первой странице документа внутри конверта огромными буквами были напечатаны слова-информация, связанная с инцидентом в Квано. Чок Чинген посмотрел на Джейн, даже не начиная читать документ. Ты же знаешь, что я не буду это читать. Объясни, в чем суть. Им, ну, все просто ты знаешь, что у ассоциаций на самом деле три скрытых главы, верно? Чок Чинген кивнул. Хотя Ли Юг Хай являлся официальным главой ассоциации героев, в тени ей управляли также Ким Сак Хай и Ю Чин Вон. Ким Сак Хай был бывшим президентом Кореи, а Ю Чин Вон был хитрым лисом, который до выхода на пенсию являлся героем ранга Мастер. Мы убьем их всех. Всех троих удивленно спросил Чок Чинген, широко раскрыв глаза. Но как будто этому было еще слишком рано удивляться, Джейн хлопнула в ладоши и продолжила. Ага, а еще Чи Чуча Халя и Ю Чин Уна. Что? Чи Чуча Халя и Ю Чин Уна. Ага, а что? Ты боишься? Джейн облизнула губы, провоцируя Чок Чингена. Чок Чинген на мгновение посмотрел в глаза Джейн, а затем, как и ожидалось, улыбнулся. Он даже расхохотался, уха-ха-ха-ха, Джейн, я не знал, что ты такая дерзкая. Чок Чинген практически чувствовал, как его мышцы накаляются от возбуждения. Его не слишком заботили Ким Сакха или Ю Кха, но Чи Чуча Халя Ю Чин Ун, в них Чок Чинген видел идеальных противников для человека с его навыками и силой. Когда мы начинаем, каков план? Нам не нужно ничего делать, Ким Сакха уже ищет нас, он в итоге сам придет к нам. Уха-ха-ха, он нас ищет, серьезно? Это было еще удивительней. Кто бы мог подумать, что добыча будет искать хищника? Ага. Давным-давно мы были его охотничьими псами. Он хочет похоронить эту мрачную историю своего прошлого. Что за глупый старик? Пробормотала Джейн, покачивая головой. И кто в этом будет участвовать? Спросил Чок Чинген, все еще широко улыбаясь. Друн, Кайта, Чин Йохан, Халифа и Ситрин. Араши хочет сосредоточиться на своих исследованиях, а Ю Кен Хван сказал, что уходит на пенсию, чтобы мирно жить со своим возлюбленным. Тогда, кх-кхм. Чок Чинген сухо кашлянул и взглянул на Джейн. Похоже, он хотел что-то сказать. Нам не хватает нескольких человек. Верно. А значит, можно взять кого-нибудь с собой. Ха-эм? Кого? Думаю, нас более чем достаточно. Им-им-им. Видишь ли, я кое-что знаю об этом инциденте в Квано. На этом разговор прекратился. Странное ощущение пронеслось у голов Чок Чинген и Джейн. Но они не могли сказать, что это было. Будучи тугодумом, Чок Чинген попытался продолжить говорить, но вскоре остановился, чувствуя, что что-то не так. Верно, инцидент в Квано. Он не мог вспомнить имя. Что такое? Просто скажи уже. Нет. М, как его звали? Наш черный цвет. Хаджин. Ах да, Хаджин. Инцидент в Квано связан с Хаджином. Хаджин. Какое-то мгновение он не мог вспомнить это имя. Это имя он никогда не смог бы забыть. Так почему? Он повредил голову во время боя? Да, ты прав. В этот день босс впервые встретила Хаджина. Она убила всех в эвакуационном убежище, кроме Хаджина, подтвердила Джейн. В любом случае, я знаю кое-кого, кто тоже имеет отношение к этому инциденту. Правда? Кто это? Джейн притворилась удивленной и навострила уши. Я сомневаюсь, что она захочет работать с такими отбросами, как мы, но это Чин Сэйон. Что? Чин Сэйон. На этот раз она действительно была удивлена. Да уж. Чин Сэйон сама все рассказала Чок Чингену во время их пребывания в Колизее. Чин Сэйон попыталась вызвать сочувствие у Чок Чингена, рассказав о ее прошлом, тем самым получив шанс добыть информацию о том, как группа Хамелеона была связана с инцидентом в Квано. Конечно, это было бесполезно. Чок Чинген очень мало знал об этом инциденте. Чин Сэйон тоже зла на них. Она сказала, что из-за них умер ее отец. Джейн удивленно посмотрела на Чок Чингена, а затем странно улыбнулась. Интересно, меня все устраивает, но если она вмешается, может так получится, что мы никого не убьем. Вдохновителем инцидентов в Квано, без сомнения, был Ким Сакха и его сторонник Ли Юкха. После этого, в порядке ответственности, идут Чичучхаль, затем Ючин Вон и, наконец, Ючин Ун. Если Чин Сэйон внезапно вмешается в это дело, она может попытаться решить проблему корректно с точки зрения морали. Я знаю, но иногда приятно иметь такого человека рядом. Она что-то вроде того парня и... черного, заявил Чок Чинген. Ходжина. Верно-верно. Будет веселее, если рядом будет кто-то вроде него. Ты и сама знаешь, когда разные мнения сталкиваются, создаются неожиданные ситуации. Чок Чинген ухмыльнулся. Джейн тоже улыбнулась. Но причина улыбки женщины была немного иной, чем у мужчины. Чин Сэйон, несомненно, предложит схватить их, чтобы они понесли законное наказание. Другими словами, то, на что надеялся Чок Чинген, сражение до тех пор, пока одна из сторон не умрет, не произойдет. Несмотря на это, Чок Чинген хотел пригласить ее. Джейн догадалась, почему и это заставило ее улыбнуться. Хорошо, дай ей знать о плане. Но я сомневаюсь, что она так легко ответит «Да». Ответит, если я ей все расскажу. В любом случае, я свяжусь с ней. Чок Чинген включил браслет. Чин Сэйон. В нем хранился номер, который она дала ему. В то время он сопротивлялся и думал, что никогда не позвонит ей. С расслабленной улыбкой Чок Чинген нажал кнопку вызова. Ту-ту-у. Слушая эти звуки, сердцебиение Чок Чингена учащалось. Он делал вид, что не обращает внимания на то, что это означает, втайне говоря себе, что это просто чувство соперничества. В конце концов, Чин Сэйон, божественная лучница, является героем ранга мастер. Я воскрес. Это было второе возрождение, которое я испытал благодаря своему уникальному скиллу «Стрелка часов судьбы», но оно было не на йоту приятней, чем первое. Смерть по-прежнему была смертью, и страх, и боль последнего момента оставались живыми в моем сознании. На этот раз я даже испытал то, что обычно называют жизнь, промелькнувшая перед глазами. Но, как ни странно, большая часть того, что я видел, была из этого мира. Воспоминания были не о мире, в котором я родился, а о мире, в котором я прожил последние 10 лет. Возможно, я заигрался. Я с Земли и я из этого мира. Между этими я была огромная разница. Честно говоря, они так сильно отличались, что их было невозможно сравнивать, если поднапрячься и описать все это. Я с Земли был просто частью серой массы. Я был самым обычной личностью, точнее автором, терявшим популярность. Но в этом мире, ах, в этот момент резкая боль охватила мое сердце, словно ругая меня за то, как я к себе отношусь. Я схватился за грудь и покатился по земле. К счастью, невыносимая боль вскоре исчезла. Ха-ха. Я несколько раз тяжело вздохнул. Восстановив спокойствие, я понял, что происходит нечто странное. Меня никто не ищет. В конце концов, я только что наделал достаточно шума. Только тогда я огляделся вокруг. Где я? Рядом не было абсолютно никого. Босса, Джейн, Ким Суха, Чок Чингёна, Чина Юны, Ю Йон Хи, Рычел и Ван Дельниково. Земля, на которой я лежал, была белой и мягкой, как снежное поле. Но она не была холодной. Я подобрал пригоршню снега. Искар-искар-пк. Снег был липким, но при этом теплым. С другой стороны, небо было темным. Можно сказать, что сейчас была ночь, но из-за огромного количества звезд вокруг было светло. Звезды были кристально чистыми и настолько яркими, что мне казалось, что я смогу схватить парочку, если просто протяну руку. Погруженный в этот прекрасный пейзаж, я какое-то время не думал о системных уведомлениях. Ах да, система. Теряя сознание, я не успел дочитать все, что мне пришло. Последняя арка, финальное имя, завершена. Все очки истории были изъяты. Теперь доступно. Решение. Теперь, как автор этого мира, вы можете принять решение. И в этот момент, СССК, я услышал, как кто-то идет по снежному полю. Я сразу уже повернул голову. Ко мне приближался человек, которого я никогда не видел. Он выглядел обычным во всех отношениях. Ни его лицо, ни телосложение ничем не выделялись. Рад встрече с вами, Ким Хаджан Си. Поскольку последняя арка уже закончилась, я пришел к вам, чтобы выполнить свое обещание. Однако то, что он сказал, вовсе не было обычным. Фактически, это было настолько необычно, что потрясло мое сердце. Я посмотрел на него, ошеломленно сидя на земле. Он беспечно улыбнулся и поклонился. Я соавтор вашего произведения. Спасибо за регуляцию истории, которую я продолжал так, как мне было угодно. Глядя на него, у меня в голове возникали всевозможные мысли. Однако ни одна из них не вышла из моего рта. Они всплывали, как пузыри, но оставались только в моей голове. Но этот человек, казалось, прочитал мои мысли и ответил на то, что меня интересовало больше всего. Ах, вам должно быть интересно, кто я. У меня такая же работа, как и у вас. Думаю, вы могли бы назвать меня сценаристом. Официальное название – автор измерений. Ах, смысл этой работы не в том, чтобы кого-то удовлетворять. Как я уже сказал, это работа, приносящая самоудовлетворение. В отличие от Хаджинси, я не из высшего измерения, поэтому моя работа определяется при рождении. Это что-то вроде врожденного призвания, если вам так понятней. В любом случае, я не человек, а универсальное существо. Я не мог понять того, что он сказал. Мужчина выдал слишком много информации за раз. Увидев, что я тупо смотрю на него, мужчина усмехнулся и помахал рукой из стороны в сторону. Ха-ха, конечно, мы не что по сравнению с вашим видом. Универсальное существо может и звучит грандиозно, но на самом деле мы всего лишь существа, заимствующие истории высшего измерения. Что ж, в некотором смысле мы и правда в более выгодном положении, поскольку можем создать, по крайней мере, меньшие измерения. В любом случае, я уверен, что всего этого недостаточно, чтобы ответить на ваши вопросы, поэтому я объясню как можно проще и яснее. Ха-ха-ха-хам. Мужчина откашлялся и выплеснул еще одно ведро слов. Давным-давно я родился, чтобы создать измерения, поэтому я бродил, пытаясь найти измерения, которые мог бы создать. Но с моей силой создать измерения самому было просто невозможно. Мне требовалось разрешение автора, то, чем обладает только создатель из измерения высочайшего ранга, уже создавший свой собственный мир. Но в то время я был слишком незначителен и мог только наблюдать за происходящим в высшем измерении. Я упорно работал в течение тысяч лет и, в конце концов, высшее измерение преуспело в достижении доступности цифрового мира. Это был настоящий подарок, посланный мне небом. Мужчина сделал вид, что вытирает пот со лба. Я серьезно, какое же это было облегчение. Мне повезло настолько же, как и вам, Хаджин Си. В этот момент у меня в голове загорелась лампочка. Ты так это ты хомо сапиенс не их борцом? Да, именно. Это я. Мужчина хлопнул в ладоши. Я вышел из оцепенения и выплюнул первый вопрос. Получается ты своего рода универсальное существо, которое может создавать измерения? Ты искал историю, которую бы захотел воплотить в жизнь, и выбрал меня? Да, вы правы. И почему? Почему моя история? Ах, это не потому, что я хотел. Если бы у меня был выбор, я бы с удовольствием материализовал такой шедевр, как Сильмарил Леон. Есть много причин, но, что наиболее важно, существует не так много авторов, которые позволили бы переделать опубликованную работу, особенно сериализованную. Как я уже сказал, мы не можем творить без разрешения автора. И, честно говоря, я не смог бы создать такой шедевр, как Сильмарил Леон, даже если бы автор дал мне разрешение. У меня просто нет таких способностей. Мне нужен был роман, который был плохо написан, но имел достаточно структуры и элементов, чтобы мне не было стыдно с ним работать. Ах, пожалуйста, не обращайте на мои слова внимания, к КХМ. Меня снова затопил поток из слов. Но было одно слово, которое меня обеспокоило во время этой затяжной речи. И это было разрешение. Подожди, разрешение? Да. Даже в мире, откуда я родом, есть много авторов измерений, но среди них не так много таких, как я, кто стремился работать только с высшим измерением. Для справки, один день для жителя высшего измерения для нас эквивалентен одному году. Другими словами, шесть месяцев, которые вы игнорировали мое электронное письмо, для меня составили 180 лет. Ах, не то, чтобы я обижался на вас за это. Я в любом случае мог отправлять электронные письма только раз в 90 лет. Другими словами, житель высшего измерения мог получать мои сообщения только раз в три месяца. Н-нет, я не об этом. Я был ошеломлен, поистине ошарашен. Он ничего не мог сделать без моего разрешения. Разрешение? Какое разрешение? Что насчет всех тех изменений, которые ты внес? Ты менял все так, как хотел. А? Что вы имеете в виду? Вы дали мне разрешение, помните? Что? Я дал разрешение? Да. Оно было четко передано мне через электронную почту. Вы не представляете, как я был счастлив, когда вы одобрили все те три предложения. В этот момент моя голова опустела. Дин, у меня в голове прозвенел колокольчик. Все это действительно произошло только из-за того письма. Моя жизнь так сильно изменилась из-за тех трех предложений. Если честно, я думал, что это несправедливо. Ведь то, что вам показалось тремя незначительными предложениями, заставило меня почувствовать себя так, словно я заполучил весь мир. Так, мужчина щелкнул пальцами и в воздухе всплыла цепочка сообщений. Измерение высшего ранга – абсолютно стабильный мир, в котором живут Ким Хаджин и другие авторы. Измерение высокого ранга – опущено. Измерение пика среднего ранга – мой мир. Измерение среднего ранга – мир вашего романа, вернувшийся герой. Измерение низшего среднего ранга – опущено. Измерение низкого ранга – здесь живет ваш персонаж. литрин из мини-игры. Измерение низшего ранга опущено. В этом есть смысл, правда? Таков порядок ранга измерений. Я наблюдал за высшим измерением почти 10 тысяч лет. Хотя в самом высшем измерении это будет всего 20-30 лет. Мужчина снова щелкнул пальцами. Сообщения в воздухе исчезли. В любом случае, в вашем высшем измерении действительно есть самые разные люди. Ленивые люди, скорбящие люди, любящие люди, опасные люди, возбужденные люди, люди, создающие контент. Я завидовал им всем. Вы когда-то думали, что вы просто часть серой массы, человек, который ничем не отличается от пылинки в общей картине мира, верно? Но в глазах настоящих экстр, как я, вы выглядели как главный герой, который сияет ярче всех. Нет, проблема не в этом. Верно? То есть ты говоришь, что те три предложения, которые ты мне прислал, вот так изменили мою жизнь. С моих губ сорвался опустошенный смешок. Соавтор улыбнулся и посмотрел на небо. Да, и это тоже несправедливо. Это электронное письмо, на которое кто-то бездумно ответил, было достаточно важным, чтобы создать мир. Я закрыл рот. Я больше не хотел слушать его объяснения. Даже если бы я все выслушал, я бы только вздохнул над своей судьбой. Пришло время поднять куда более важный вопрос. Ладно, не важно. Итак, что теперь со мной будет? Все просто. Вы должны принять решение. Вы можете покинуть мир своей истории или остаться в нем. Понятно. Я заметил, что мой голос дрожит. Я ожидал чего-то подобного, поэтому знал, какие вопросы задавать. Что будет, если я покину этот мир? Поскольку автора в истории больше нет, история остановится. В результате мир рухнет. Что? Он рухнет? Я был ошеломлен до такой степени, что мои волосы встали дыбом, но мужчина кивнул, как будто это не имело большого значения. Конечно, разве это не очевидно? Не я поддерживаю этот мир. Это вы, существо из высшего измерения, человек с благородной душой. Без вас простое измерение среднего ранга мгновенно остановится и будет медленно гнить, пока не исчезнет. Мужчина тяжело вздохнул и продолжил. Но вы можете спокойно вернуться на землю. Вам не нужно беспокоиться о течение времени. В высшем измерении прошло меньше 10 дней. Есть шанс, что не прошло и дня. Я не уверен насчет точных показателей времени. О, и еще, если хотите, я могу стереть все ваши воспоминания об этом мире. С моих губ сорвался пустой смех. Я громко рассмеялся и схватился за голову. Тем временем соавтор продолжил говорить. Если вы вернетесь в свой мир, пожалуйста, переделайте этот мир в прозе. Я бы очень хотел это увидеть. Это единственная история будет намного лучше, чем все миры, которые я создал вместе взя. В задницу иди с такой намного лучшей историей. Я стиснул зубы и перебил его. Простите? Ах, должно быть, вы меня неправильно поняли. Я все правильно понял. Кусок ты дерьма. Вот почему я злюсь. Этот мир мир, который ты создал намного лучше моего. Третьесортный автор, который даже не мог справиться с выпуском одной главы в день и в конце концов ушел на перерыв. История, которую я писал, не могла быть лучше этого мира. К тому же я не думал, что создал этот мир. Я лишь жил в нем. Хаймым понятно. На его лице расплылась легкая улыбка. Но вскоре он стал немного серьезнее и спросил. Тогда, каково ваше решение? Я хочу спросить еще кое-что. Мне было любопытно еще кое-что. Возможно, это было важнее всего остального. Могу ли я умереть в этом мире? Бессмертен ли я, как Баал? Нет, вы можете умереть. Но даже если вы умрете, этот мир не остановится. Потому что ваша душа останется и будет поддерживать этот мир. Вот почему Баал хотел убить вас. Ха, из меня вырвался вздох. Судя по всему, у меня с самого начала не было выбора. С того момента, как я синхронизировался с этим миром, с того момента, как я полюбил его людей, мое решение было принято. Я даже почувствовал легкое облегчение. Поэтому я улыбнулся, чувствуя одновременно и печаль, и радость. Конечно, вы можете остаться в этом мире. Но я бы не рекомендовал этот вариант, поскольку вы станете существованием гораздо более низкого ранга, чем у вас сейчас. Плюс, мужчина устрашающий напряг лицо и поднял палец. Поскольку вы больше не будете автором, вы потеряете все, что получили благодаря власти автора. Вы должны понимать, что это значит, верно. Все включает в себя и личные отношения, а не только способности. Я потерял дар речи. То, что он говорил, было поистине пугающим. Я не мог думать. Внутренняя часть моей головы опустела, словно превращаясь в чистый лист бумаги. Пустота в моей голове начала заполняться всем, что я построил. В голове мелькали лица бесчисленных людей. А теперь выбирайте. У вас мало времени. Десять минут в этом мире эквивалентно дню снаружи. Мужчина поторопил меня. Однако я не ответил. Если бы он пришел ко мне в первый день, когда я даже не был Ким Хаджином, я бы с легкостью выбрал бы один из вариантов. Я бы вернулся домой, в мир из которого пришел. Ах. Но теперь зачем вообще спрашивать об этом? После всего что произошло? Я провел слишком много времени в этом мире. Забыть обо всем и позволить ему рухнуть. Я. Для меня этот мир слишком важен. В конце концов, я пошел вперед, откладывая решение. Мои шаги оставляли следы в снежном поле. Куда вы? Спросил соавтор. Я возвращаюсь. Коротко ответил я. Соавтор задал еще один вопрос. Куда? У меня затуманилось зрение. На снежное поле падали маленькие капельки воды. Я плакал. Домой. А где ваш дом? Я не мог ответить. Мне было достаточно трудно просто двигаться. Я просто шел по белой тропинке. Шел и шел. На снежном поле оставались следы от шагов и слез. В какой-то момент позади меня раздался холодный голос соавтора. Его голос сотряс мой разум, отдаваясь внутри пустым эхом. Ваше исчезновение будет медленно прогрессировать. Я продолжал идти. Если я продолжу идти по этому пути, то в конце концов окажусь дома. Я не знал, где этот дом, но был уверен, что в итоге окажусь там. Поэтому я сказал себе идти. Еще немного, еще немного. Чтобы я не был жалким. Чтобы я ни о чем не жалел внутри тихого леса, в который из-за появления демонов люди больше не могли попасть, шла женщина с луком. Судя по тому, как она проверяла свой браслет, уточняя, куда ей идти, можно было сказать, что она здесь впервые. Однако она не выглядела нервной. Пройдя некоторое время по поляне, женщина остановилась, добравшись до своего места назначения. Небольшая бревенчатая хижина стояла среди деревьев и кустов. Женщина встала перед дверью. Вход в хижину не был украшен ничем, кроме простой дверной ручки. Ху. Когда она схватилась за ручку после глубокого вдоха, человек внутри открыл дверь первым. Пораженная женщина отступила на шаг назад. О, ты уже здесь. Женщина, которая открыла дверь, встретила гостью яркой улыбкой, говоря с ней так, словно они старые друзья. Однако гостья не вошла внутри, продолжив стоять снаружи, заглянула за плечи улыбающейся женщины. Несравненное зрение божественной лучницы позволило ей рассмотреть все, что было внутри. Среди людей в хижине были и те, с кем она уже встречалась, и те, о ком она знала только по документам. Хватит стоять снаружи. Заходи. Джейн дружелюбно позвала ее. За ее плечами были халифа Ситрин, Чин Йохан и Чок Чинген. Чин Сейон начала говорить только после того, как подтвердила наличие членов группы Хамелеона. Нет, не сейчас. Я еще не приняла ваше предложение. Правда? Тогда почему ты здесь? У меня есть условия. Я готова сотрудничать, если вы на него согласитесь. О, и что же это за условия? Хихикая, спросила Джейн. Кон, в этот момент хижина задрожала, Чок Чинген поднялся со своего места, скрытого во тьме. Из-за своего огромного роста его голова почти касалась потолка. Чин Сейон тяжело сглотнула. Но, поскольку она пришла, заранее набравшись решимости, она без колебаний заговорила. Во время этой операции не может быть убийств. Я заставлю их предстать перед законом. Как только она договорила, на божественную лучницу упало пять взглядов. Чин Сейон чувствовала, как ее мускулы напрягаются, ожидая ответа Джейн. И мы, ну, такого мы ожидали. К счастью, она, похоже, не была против. Фактически, она, казалось, говорила. Попробуй, если сможешь. Чин Сейон начала мысленно анализировать ситуацию. Судя по всему, слух, который она слышала, является правдой. Согласно слуху, у группы Хамелеона якобы есть железное правило, все разногласия решаются через драку. Победитель всегда прав. Чин Сейон была уверена в своих силах, но стоящий перед ней Чок Чинген был серьезным противником. Конечно, это не означало, что у нее не было шансов на победу. Она взяла с собой лук Хуан Чжуна именно из-за этого правила. Хуху. Джейн, которая потирала свой подбородок, размышляя, внезапно расплылась в улыбке. Чин Сейон напрягла свои пять чувств и приготовилась достать лук. Конечно, давай так и сделаем, внезапно сказала Джейн. Она согласилась. В этом случае, а Чин Сейон, которая уже тянулась к своему луку, готовясь к битве, внезапно осознала слова Джейн и ошеломленно замерла. Что я только что услышала. Она тупо уставилась на Джейн, не понимающий наклонив голову. Видя все это, Джейн повторила. Мы согласны. Никаких убийств. Только справедливость. Вы, ребята, не против, верно? Но что было еще более странным, так это реакция других членов группы. Чин Сейон была уверена, что как минимум Чок Чин Ген на это не согласится, но даже он кивал головой. Джейн ухмыльнулась. Тогда, теперь ты работаешь вместе с нами, все верно? Эй? Ах, подождите. Джейн схватила Чин Сейон за руку и затащил в хижину. Сущность пролива. Офис генерального директора. После победы над Баалом прошло пять дней. Юй Йонха сидела в своем офисном кресле, глядя в окно. Красновато-черное небо вернулось к своему чистому цвету. Один лишь взгляд на бескрайнее голубое небо согревал ее. Пени птиц, пушистые облака и палящие солнце казались невероятно прекрасными. Ху. Юй Йонха со вздохом отбросила все эти чувства и перевела взгляд на свой стол. На нем ее уже ждала гора документов. Все это были послевоенные дела, которые она должна просмотреть и утвердить соответствующие меры. Несмотря на то, что Юй Йонха была перегружена работой, она сжала кулаки и подбодрила себя. Как только все вернется на круги своя, сущность пролива встретит свою вторую золотую эпоху и поднимется над Кореей, чтобы стать правителем мира. Сосредоточившись на документах, Юй Йонха краем глаза увидела вчерашнюю газету. Признание Шин Джонхака, произошедшая катастрофа была вызвана регрессом Шин Менчхаля. Глядя на этот заголовок, она почувствовала, как ее сердце тяжелеет. Признание, которое сделал Шин Джонхак после уничтожения Баала, вызвало огромный резонанс во всем мире. В результате предыдущие положения Шин Менчхаля как святого героя пошатнулось. Но из-за вклада Шин Джонхака в победе над Баалом, его решение пожертвовать большую часть состояния своей семьи на восстановление, все еще существующие угрозы демонов и, что самое главное, ужасающих манипуляций со СМИ Юй Йонхи. Шин Менчхаль не превратился в отброса, который должен гореть в аду, как выразилась Чин Сахюк. Эх, Юй Йонха снова вздохнула и отложила газету в угол стола. Она внезапно вспомнила своего отца, который обещал ей вскоре сделать определенное объявление. Цзинь. В этот момент ее браслет завибрировал. Это был звонок от ее секретаря, Чин Сичина. Он все это время жил в республике Лярис и вернулся только благодаря силе Шимурин. Видимо, там он тоже работал секретарем. Это Чин Сичин. Да, что такое? Демоны начали внезапную атаку на Сеул. Их командир, член нового зла. Их целью, кажется, является камень демонической энергии, который в настоящее время находится под контролем ассоциации. Да, Юй Йонха положила подбородок на ладонь. Хотя угроза Баала исчезла, демоны все бродили по земле. Несмотря на то, что они снизошли на землю вместе с Баалом, впоследствии они решили остаться и жить здесь. Некоторые даже присоединились к силам джиннов, чтобы сделать пандемониум своим домом. Из-за этого был придуман новый термин «новое зло». Хотя девять зол рухнули во время войны, немногие выжившие члены этой группы сформировали новую организацию. Если это Сеул беспокоится ни о чем. Ким Суха все еще там. А, но пошли туда людей, чтобы наши усилия тоже были видны. Да, я понял. И еще о том, что вы говорили раньше. Фонд группы Хамелеона. Группа Хамелеона была расформирована. Мои извинения. Фонд Лебель развивается без каких-либо задержек. Группа Хамелеона распалась, и Лебель осталась партнером Юй Йонхи. Юй Йонха со всем рвением завербовал ее. Немного изменив ее историю, Юй Йонха чувствовала, что Лебель может выступить в роли героя сущности пролива. В конце концов, она, кажется, была заинтересована в этой работе. Хорошо и? Ну, дело в масштабах ее богатства. Я сейчас отправлю вам соответствующую информацию. Поняла. Юй Йонха не особо отреагировала на эти слова, но когда она увидела то, что ей прислал Чин Сичин, она усомнилась в своих глазах. Она и правда накопила приличное состояние. Богатства Лебель было достаточно, чтобы удивить даже Юй Йонху. Она владела более чем десятью частными островами, и, включая все сокровища, артефакты, акции и предметы из мира желаний, ее состояние оценивалось в сотне триллионов вон. Сто триллионов вон восемьдесят восемь ноль двадцать три пятьсот девяносто ноль 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 уст. Все ее состояние было активами, которые со временем только увеличатся в цене. О, она является главным акционером нашей компании. Со всем этим она сможет в одиночку прокормить всех сирот войны. В числе ее активов были акции дочерних компаний сущности пролива. Помимо всего прочего, она владела ими не в индивидуальном, а в бизнес-масштабе. Она определенно была жадной. Мы оцениваем и трансформируем ее активами настолько эффективно, насколько можем, но такие огромные масштабы немного затрудняют процесс. Будьте максимально честными и пожертвуйте на благотворительность большую часть прибыли. Обязательно следи за сотрудниками, чтобы они не наделали глупости из-за жадности. Лебель является бывшим лидером группы Хамелеона. Если какой-то жадный идиот решит сделать что-то за кулисами, могут начать падать головы. Понял. Тогда мы сделаем акцент на спасение детей. Отлично. До свидания. Когда видеозвонок закончился, Ю Йонха потянулась, а затем взяла свой браслет, чтобы немного отдохнуть. Пока Ю она работала, ей пришло сообщение от Рэчел. Рэчел фото. Ах это. Она быстро нажала сообщение. Как и ожидалось, на экране появилась фотография Иван Дель. В тот момент она, должно быть, только-только доела торт. На лице девочки все еще были взбитые сливки. Она. Она слишком милая. Ю Йонха в оцепенении смотрела на фото, а затем, с дрожащими плечами, начала печатать ответ. Скрывать что-то настолько милое. Боже, она такая милая. Ах, да ты вроде бы говорила, что Иван Дель любит кукол, верно. В следующий раз, когда мы встретимся, им им. Набирая ответ, она внезапно почувствовала, что что-то забыла. Ю Йонхе стало неловко. Она всего лишь отправляла сообщение. Так откуда же взялось это смущение? Поскольку она не могла понять причину, как бы сильно не думала об этом, Ю Йонха стерла сообщение, которое печатала, и просто перешла к делу. Тебе не нужно использовать Иван Дель как оружие, чтобы убедить меня. Конференция состоится. Через два дня, в 18.00 я воспользуюсь порталом. Я планирую проявить щедрость во время этой конференции с Англией, но предлагаю вам не переусердствовать с просьбами. Рэйчел быстро ответила. Конечно. Мы с Иван Дель с нетерпением ждем, вас президент. Это сообщение даже пришло с двумя фотографиями Иван Дель. На первом она пыталась поймать бабочку, а на втором спала с Хаин. Вау, ах. На мгновение лицо Ю Йонхи растаяло от милости, но вскоре она несколько раз сухо кашлянула и вернулась к работе. Особый город Сеула, дорога на Кванхвамун. Разница между лимузином и стандартной машиной была довольно простой. Если стандартная машина иногда, даже если слабо, грохотала и лязгала во время движения, лимузин двигался вперед с легким шорохом, словно змея. Очевидно, почему люди часто предпочитали двигаться на машинах такого типа. Это было естественное решение, учитывая инстинктивное желание человека выжить. В конце концов, тихое и спокойное передвижение было быстрее и безопаснее, чем нечто сопровождаемое громкими звуками. Ах им им, ха, им им, ках им им. Но в мире просто обязан был существовать мутант, который игнорировал естественный и логичный порядок вещей. Сидя на заднем сиденье лимузина, Ким Суха постоянно ерзал от дискомфорта, словно ребенок изо всех сил сдерживающийся. Чтобы успеть попасть в туалет, он какое-то время продолжал ерзать, прежде чем наконец заговорить вслух. Думаю, мне будет быстрее выйти и пойти пешком. Нет, это официальное дело в важном месте. Личный секретарь Ким Суха категорически отверг это предложение. Ким Суха почесал затылок, как и ожидалось от ведьмы, которая раньше служила королю демонов, она тщательно заботилась о своем мастере. Сегодня Ким Суха вернулся с поля битвы в Маньчжурии и теперь направлялся в Ассоциацию Героев. Даже при том, что с уничтожения Баала прошло всего пять дней, и демоны, спустившиеся вместе с ним, все еще были в пандемониуме, Ассоциация решила устроить банкет. Ким Суха, конечно, не хотел приходить. Но поскольку бывший президент, Ким Сакха, на этом очень настаивал, у него не было другого выбора. Юнь Сона тоже хотела, чтобы он приехал. Ким Суха чувствовал себя в долгу перед Ким Сакха, поскольку стипендия, которую он выдал, сделала жизнь семьи Ким Суха немного легче. Кхм. Вместо того, чтобы противиться происходящему, Ким Суха расстегнул две неудобные пуговицы костюма и выглянул в окно. Под чистым голубым небом ему открылся вид на реку Хан. Увидев, увидев блестящую, словно драгоценности, поверхность воды, Ким Суха расслабленно повернул голову. Перед его глазами была женщина, которой еще минуту назад здесь не было. Бесшумно и бесследно появившись в лимузине, она расслабленно села рядом с ним. Как бы так сказать, это был довольно жуткий опыт, который напоминал Ким Суха об ужастиках. Сердце Ким Суха подпрыгнуло от внезапного появления женщины, но он попытался выглядеть спокойным, глядя на нее. Куда ты едешь? Призрак нет, Чин Сахюк сразу же перешла к делу. Ким Суха взглянул на своего секретаря. Она украдкой поглядывала на заднее зеркало, но, похоже, не собиралась выгонять Чин Сахюк. В ассоциацию, неторопливо ответил Ким Суха. Чин Сахюк приподняла брови, как будто это застало ее врасплох. Ты? В ассоциацию? Зачем тебе политика? Это не политика. И это не бессмысленная конференция. Ладно, если честно, меня не волнуют такие, как ты. Что насчет того парня? Спросила Чин Сахюк. Ким Суха задумался. Тот парень? А на Ашин Джон Хаке? Джон Хак сейчас должен быть в Африке. Нет, не этот дебил. Чин Сахюк нахмурилась. Ким Суха наклонил голову и спросил. Тогда кто? Тот парень. Ну, ты же знаешь, тот парень. Перестань быть таким загадочным. О ком? Ким Суха внезапно остановился на середине предложения. В голове возникло неприятное ощущение, будто какое-то имя вертелось у него на кончике языка. Но как бы он ни думал, ничего не всплывало. Этого кого-то, о ком он забыл, было очень трудно вспомнить, просто задумавшись. Не волнуйся. Тебе не нужно его прятать. Я не собираюсь забирать его в свой мир. В этот момент сказала Чин Сахюк, пожав плечами. Но чем больше так себя вела Чин Сахюк, тем больше сбивался. С толку Ким Суха. Когда она увидела, что Ким Суха смотрит на нее с недоумением, она разочарованно продолжила. Я собираюсь уйти в одиночку, хорошо? Я не хочу вовлекать посторонних. Только тогда Ким Суха придумал, что сказать. Ты уходишь? В Акатрину? Верно. В отличие от тебя, я сильно привязана к своему родному миру. В голосе Чин Сахюк была печальная гордость. Она хотела вернуться домой как можно скорее, и единственная причина, по которой она все еще была на земле, заключалась в том, чтобы тщательно подготовиться, например, собрать еду. Ким Суха посмотрел в глаза Чин Сахюк. Они больше не были кровожадными, как раньше, а были полны жизни и глубины. Ее глаза светились праведной волей. Ким Суха горько улыбнулся и покачал головой. Я тоже скучаю по нашему родному миру. Да, потому что твой родной мир, земля. Перестань играть словами и скажи мне, где? Нет. Ким Суха перебил ее. Чин Сахюк сердито посмотрела на него. Я тоже скучаю по Акатрине. Это мой родной мир. Я все еще использую те знания о мече, которые получил в Акатрине, и все еще живу по принципам, которые заложил там. Как бы я не отрицал реальность, я не могу стереть Акатрину из своего сердца. Поэтому я решил принять ее. Моя жизнь в Акатрине не была самой счастливой. Честно говоря, она была ужасной, но я не обижаюсь на мир из-за этого. В конце концов, я здесь из-за Акатрины. Короткая жизнь Ким Суха в Акатрине в основном была смесью предательств, печали, отчаяния и разочарования. Но глубоко внутри было немного счастья и любви. Ким Суха наконец почувствовал, что может принять эти воспоминания как единое целое. Но Чин Сахюк сердито хлопнула кулаком по заднему сиденью лимузина. «Замолчи. Меня все это не волнует. Мне нужно знать, где тот парень». В этот момент лимузин внезапно остановился. Так произошло не только с ним. Все машины впереди остановились или съехали на обочину. Через мгновение раздался грохот, потрясший все вокруг. Ким Суха быстро распахнул дверь и вышел наружу. В этот же момент он заметил демонов, летающих в небе над рекой Хан. «Чин Сахюк, что?» Ким Суха поднял ножны и повернулся к Чин Сахюк, которая снова подошла к нему. «Ты же поможешь, правда? Что? Почему ты так удивлена? Ты помогла нам, когда мы сражались с Баалом, разве нет? Ты что, с ума сошел? Почему я должна тебе помогать? Я и так занята Акатриной». Чин Сахюк ошарашенно прищурилась. Ким Суха игриво усмехнулся, прежде чем искренне умолять. «Ваш бывший покорный слуга просит вас». Чин Сахюк, которая уже намеревалась уйти, остановилась. Возможно, потому что это был первый раз, когда Ким Суха заговорил с ней столь формально, она смотрела на него, не двигаясь. Бесстрастным взглядом она внимательно изучила его лицо. Вскоре на ее лице появилась широкая улыбка. Просьба слуги, убившего своего короля. Услышав это, Ким Суха тоже улыбнулся. Слуга, убивший своего короля, и король, убивший все ее слуги. Чин Сахюк не извинялась перед Ким Суха. Да и Ким Суха не ждал извинений. Эта великодушная госпожа удовлетворит твою просьбу. Чин Сахюк это Чин Сахюк, потому что она, Чин Сахюк. В мире не было короля, который извинился бы перед слугой. Большое спасибо. К тому же насчет прошлого мне жаль. Пэфте. Ким Суха, хихикая, вытащил Мистел Тин. Яркий свет меча озарил реку Хан. У тебя и правда хороший меч. Конечно, это просто означает, что без оружия ты слаб. Чин Сахюк тоже усмехнулась и пробудила свою магическую силу. Черная магическая сила взлетела вверх, вооружив ее доспехами и создав в воздухе бесчисленные копья и мечи. Тем временем армия ринулась на них с неба. Шва-а-а. Чин Сахюк обрушила на них свои мечи и копья, раздирая их тела. Ким Суха также наносил удары мечом по бесстрашным демонам, которые не знали, с кем они столкнулись. Взмахнув мечом и посмотрев на свой Мистел Тин, рассекающий врагов пополам, он ничего не мог вспомнить. В чем дело? Разве он не должен знать что-то важное об этом мече? В этом мече должны храниться воспоминания о драгоценном человеке. Так почему? Почему я не могу вспомнить? Ким Суха забыл о чем-то и больше не мог вспомнить естественным образом. Но он хотел вспомнить. Он отчаянно хотел вернуть воспоминания, но... Куха-ха-ха-ха-ха. Так значит Ким Суха это ты. Его мысли прервал громкий рев, после которого появился сильный противник и преградил путь Ким Суха. Рад тебя видеть. Похоже он знал Ким Суха. Ким Суха тоже смог узнать его. Демон, все тело которого было покрыто черным металлом. Хотя он и выглядел так, будто был одет в нелепый костюм из спандикса, его трехметровый рост, чудовищные мускулы и устрашающие черты лица сделали его самым известным членом нового зла. Железный лорд зла. Этот демон атаковал 28 высокоронговых героев, 20 из которых погибли. Он не был противником, к которому следует относиться легкомысленно. Я стану тем, кто убьет тебя. Когда к нему полетела целая туча железных гвоздей. Ким Суха перестал думать. Когда я открыл глаза, я был в центре Сеульского вокзала. Маловероятно, что босс сбросила меня здесь, а значит это сделал соавтор. Я был благодарен ему. Соавтор сказал, что мое исчезновение будет медленно прогрессировать. Это значит, что босс забудет меня, даже если я буду прямо перед ней. Находиться здесь в таком состоянии было намного лучше, чем видеть, как она меня забывает. Я проверил сегодняшнее число, посмотрев на газету, которая прикрывала мне живот. Со времени уничтожения Баала прошло около шести дней. После этого я проверил, что у меня осталось. Но, как и ожидалось ничего. Дары, власть, навыки, телосложение, скиллы, а и система от предметы. Все, что я получил благодаря силе автора, пропало. В этот момент я перестал понимать, что мне делать. Реальность, которую я пытался отрицать, нахлынула на меня, как приливная волна. На моих глазах появилась по слезинке. Но у меня не было планов сидеть и плакать. Я дважды пережил смерть. Хотя я и потерял все, чем обладал. У меня все еще был опыт и отточенная воля. Несмотря на опыт и отточенную волю, мне все потребовался целый день, чтобы покинуть Сеульский вокзал. К счастью, в этом мире все еще было одно место, где я мог остановиться. Квартира, в которой я впервые очнулся в этом мире. Место, которое когда-то принадлежало Чондону. Я направился туда, думая о вдруг, и дом площадью 90 квадратных метров встретил меня так же, как когда я открыл глаза в тот день. Я, потеряв все, что у меня было, вернулся в место, где все началось. Хух, и сейчас. Я сутулился на диване и смотрел телевизор. Несмотря на то, что угроза Байала исчезла, возникла враждебная сила, называемая новым злом. Величайшая в мире академия героев, Куб официально объявила о своем возрождении. Новости. Герой Шин Джон Хак решил сосредоточить все свои силы на уничтожении нового зла. Хотя действия Шин Мён Чхаля вызвали Байала в этот мир, публика по-прежнему поддерживает Шин Джон Хака. Раскрыв грехи своего деда и за всех сил пытаясь искупить их под ярким солнцем, легко понять, насколько юный герой искренен. А вот это явно манипуляция Юй Йон Хи. Герой Чена Юна. Когда вы планируете стать героем ранга мастер, все члены ассоциации с нетерпением ждут этого. Эй, эн нет. Сейчас не время думать о таких вещах. Нам предстоит много чего реконструировать. В мире множество людей, которых мы должны защитить и спасти. Здесь же множество врагов, которых нужно победить. Поэтому я хочу, чтобы сейчас все сосредоточились именно на этом. Повышать геройский ранг ради развлечения можно будет и позже. В любом случае, мне пора возвращаться к работе. Это было интервью с Чена Юной. У нее на шее все еще было ожерелье, которое я ей подарил. Безымянный ангел поддерживает детей, потерявших семьи во время войны. Даже по приблизительной оценке сумма пожертвования составляет триллион вон. Это явно босс. Все еще лежа на диване, я не сводил глаз с прямоугольного экрана телевизора. Я смотрел на людей, которые будут вести блестящую жизнь в мире, который больше не был романом. Я обхватил лицо руками, чувствуя себя одновременно счастливым и подавленным. Железный лорд зла, атаковавший мост Урики Хан, был успешно побежден. Священная милость Творца будет продолжать сражаться с демонами мужественно и решительно. Ким Суха стоял на трибуне, обсуждая недавнее нападение Железного лорда зла на Сеул. Что ж, глядя на Ким Суха, я тихо пробормотал. Уверен, что как-нибудь выжить я смогу. Это было не первое мое родео в качестве никому неизвестного персонажа. С самого начала я должен был быть тем, кто живет так, словно меня не существует. Раз уж я уже принял решение, в сожалениях, слезах и грусти нет нужды. Мне просто нужно начать все сначала. Ах, может мне действительно стоит попробовать подать заявку в качестве актера массовки или что-то в этом роде. Думаю, я был бы неплохим актером. Я выключил телевизор и встал. Вытащив из холодильника бутылку воды и отпив, я заказал еды, а именно пряный тушеный цыпленок за 23 000 вон 20 уст. К счастью, я смогу прожить месяц, не голодая, благодаря деньгам, которые Ким Чон Дан когда-то оставил в своем столе. После этого, ну, наверное, мне придется найти подработку. Когда я закалас еду, в комнате воцарилась удушающая тишина. Опустошающая тишина, из-за которой одиночество начинает пожирать людей. Я взял палочки для еды из ящика для столовых приборов и, внезапно вспомнив свой дар, мастер стрельбы, я легонько бросил одну из них. Палочка для еды не вырвалась у меня из рук с ужасающей скоростью, а просто, немного пролетев, упала и покатилась по земле. Ха-ха, очевидно же. Я уже тысячу раз пробовал все это. Пора бы уже принять все как есть. Тот персонаж, Ким Хаджин, действительно исчез. Динь. В этот момент вдруг раздался звонок в дверь. Хаймым? Курьер уже здесь? С каких это пор тушеный цыпленок в остром соусе готовится и доставляется за три минуты? Я наклонил голову и открыл входную дверь, да, но на пороге никого не было. Я сделал шаг вперед, чтобы оглядеться, но чуть не упал из-за того, что моя нога что-то задела. Что это? Это была большая коробка размером с две коробки фруктов вместе взятых. Я нахмурился и опустился на колени. Сбоку от коробки была прикреплена маленькая записка. Это мой последний подарок. Эй, бам. Мое сердце внезапно подпрыгнуло. Я внимательно осмотрел коридор, прежде чем быстро забрать коробку. Она была настолько тяжелой, что я не смог ее поднять, и в результате затащил ее внутрь. Ха-ха. Даже нечто настолько простое заставило меня задыхаться. Разместив коробку в гостиной, я подумал о том, чтобы руками разорвать ленту, прежде чем быстро принести ножницы из кухни. Ху. Глубоко вздохнув, я разрезал ленту, запечатывающую коробку, и открыл ее. Я потерял дар речи. Эмоции хлынули из глубины моего сердца. Внутри коробки был черный костюм с символом лотоса и красивый серебряный пистолет. Это была экипировка, которую я когда-то использовал. Я тупо уставился на них, а затем ударился лбом о коробку. Я не плакал. Я отказываюсь верить в это. Я был просто благодарен. Благодарен за то, что он оставил мне хотя бы это. И если я выражу свою благодарность, может быть в будущем он пришлет мне еще подарков. Ахаркхукх. Из моего рта доносились странные звуки. Но именно так я себя чувствовал. Квартира Ким Хаджина. Я осторожно положил на диван форму черного лотоса и десерт Ягле. Некоторое время я с тоской смотрел на них, а затем снова заглянул в коробку, чтобы проверить, есть ли в ней что-нибудь еще. На дне был спрятан небольшой черный ящик. Коробка внутри коробки. Я наклонил голову, разворачивая ее. Имым. Внутри черной коробочки был браслет и небольшой конверт. Первым делом я достал браслет, и ремешок, и корпус были украшены обсидианом, придавая ему роскошный вид. Это был тот самый высокотехнологичный браслет, который Юйонха специально создала для меня. Я попытался включить его и быстро убедился, что все нормально. Браслет без труда узнал во мне своего владельца. Идентификатор Ким Хаджин в профиле и мои банковские счета, акции и другие личные активы в кошельке пользователя отобразились на экране. Первым делом я проверил, сколько у меня денег. И? На моих счетах хранилось куда больше богатства, чем я думал. Из меня даже вырвался удивленный вздох. Только на моем банковском счете было 30 миллионов вон. Что касается других активов, у меня было 10 акций сущности фармацевтики, 10 акций сущности динамики и 10 акций сущности пролива. Все это в общем стоило 60 миллионов вон. 30 000 000 вон 26 565 48 долларов. Это было куда меньше, чем у меня было раньше, но я все равно был чрезвычайно благодарен за такой подарок. Но, глядя на свои акции, я внезапно кое-что вспомнил. Всякий раз, когда босс сдулась или была чем-то расстроена, я продавал ей свои акции. Поскольку акции сущности пролива, не отображаемые на бирже, были надежными активами, которые было трудно приобрести даже за деньги, они были лекарством для поднятия настроения босса. Хотя она всегда говорила, что они ей не нужны, уголки ее рта всегда подергивались, а лицо краснело. Она и правда не могла бы быть еще симпатичнее, даже если бы попыталась. Но когда мои мысли достигли этой точки, у меня не было выбора, кроме как отложить браслет. Волны, вызванные старыми воспоминаниями, резонировали, быстро превращаясь в цунами. Чувствуя, что могу потерять сознание, я прислонился к дивану и погрузился в воспоминания. Я начал слишком скучать по всем, по Иван Диле Рычел, по Чен Аюне и Ким Суха, по Юйон Хи и Боссу, и даже по друзьям и семье, которые у меня были в родном мире. Ну, там у меня не было близких друзей, но я очень хотел увидеть своих маму и папу. Я даже представить не мог, что они почувствуют, когда узнают, что я исчез. Но не волнуйтесь, я сам принял это решение. Время в этом мире течет по-другому, поэтому, даже если я умру от старости, на земле пройдет меньше сто дней. Я понял, что просто оправдываю свой выбор, и уби-би-би-би-би-би. Я похлопал себя по щекам, решив не сожалеть о своем решении, я просто не могу оставаться здесь и ныть. Я заставил себя встать и надел форму черного лотоса. Поскольку я стал немного ниже, края формы теперь касались земли. Но в тот же момент, когда я об этом подумал, оп, форма автоматически подстроилась, чтобы соответствовать моему телу. Похоже, функции, которые я добавил к униформе, остались и работали как нужно, хм. Я посмотрел на себя в зеркало в полный рост, а затем положил десерт и огли в кабуру. Серебряный пистолет был на удивление очень легким. Я снова сел на диван. Пришло время подумать, что делать дальше. Но поскольку я ничего не мог придумать, я взял браслет и решил побродить по просторам интернета. Она же говорила, что у него есть подключение к интернету, верно. Я вспомнил, как в прошлом Юйонха хвасталась мне о том, что этот браслет, по своей производительности и встроенным технологиям, лучше, чем большинство дорогих компьютеров на рынке. Я положил браслет на стол и включил режим стационарного компьютера. В воздух появилась голографическая клавиатура и монитор. Пока я просматривал веб-порталы, мое внимание привлек один сайт. Это был сайт, посвященный новеллам. Увидев его, на моем лице появилась улыбка. Может написать роман? Если описать последние 10 лет или около того, которое я пережил, как историю. Нет, наверное, она будет не очень веселой. Я больше никогда не возьму на себя роль автора. Я отбросил эту мысль и продолжил просматривать веб-страницы, в основном сосредоточившись на сайтах с вакансиями. Я хотел работать. По крайней мере, я хотел почувствовать, что я жив. Добро пожаловать на крупнейший в Корее сайт наемников «Душа пустыни». Открытый набор наемников. Миссии. Просмотреть прогресс с отменить миссией. Наемник. Это была довольно заманчивая идея. У меня теперь есть десерт ягли для нападения и униформа черного лотоса для защиты. Большинству атак будет довольно тяжело пробить защиту моего шедевра. Однако проблема заключалась в моей низкой меткости. К тому же мне не особо хотелось прыгать обратно в гущу битвы, сразу после того, как я еле-еле выбрался из нее. Ах, точно. Я снова подошел к черному ящику, вспомнив о небольшом конверте, который прилагался к браслету. Конверт был достаточно толстым, чтобы вместить в себя письмо. Посмотрим. Почему-то снова почувствовав одиночество, пробормотал я себе под нос, разрывая конверт. Хаймым. Из конверта выпала маленькая капля воды, которая сразу же прижалась к моему телу. Мое изначальное удивление вскоре превратилось в очередную порцию благодарности. Я узнал эту каплю воды. Это было бесформенное оружие, которое не было ни жидким, ни твердым. Первый уникальный предмет, который я получил в этом мире. Хотя он был намного меньше, чем в прошлом, это, без сомнения, был эфир. Рад снова тебя видеть. Я не позволил себе разрыдаться от знакомого чувства прикосновения эфира, когда тот прилип к моему телу, словно клей. Но даже после того, как из конверта выпал эфир, он остался довольно толстым. Гадая, что же может быть внутри, я заглянул внутрь. Внутри был кусочек бумаги. Это. Я залез в конверт пальцами и вытащил его. На поверхности купона подобного кусочка бумаги были слова, написанные странным почерком. Купон на приобретение телосложения, запоминающие лекарства телосложения. Эфты. Я не смог сдержать смех, когда дочитал информацию на купоне. Это был счастливый искренний смех. Ну, судя по всему, на этот раз это действительно последний подарок, который оставил мне соавтор. Не знаю, правда, почему это именно запоминающие лекарства телосложения. Почему не мастер стрельбы, телосложения с дисфункцией магии, система случайной консолидации или паркур? Что ж, жаловаться мне в любом случае ни на что. Поскольку это единственное телосложение, которое мне оставил соавтор, мне нужно сформулировать свои планы на будущее, опираясь на него. Я снова посмотрел на монитор, висящий в воздухе. Немного подумав, я снова зашел на информационную платформу и начал поиск по ключевой фразе. Поиск. Сущность фармацевтики. 15211 результатов, которые включают сущность фармацевтики. Сущность фармацевтики начала набирать людей. Похоже, на этот раз они собираются нанять довольно большое количество работников. Кто-нибудь хочет подать заявку? Тест сущности фармацевтики слишком сложный и непредсказуемый. Я слышал, что в прошлый раз один из вопросов был, как убить дракона или что-то в этом роде. Я слышал, зарплата их исследователей просто невероятная. Из-за войны с новым злом. Все верно. Прочитав посты разных людей в течение примерно трех минут, я кивнул. Это явно лучший способ использовать запоминающие лекарства телосложения. Если подумать, я убил слишком много людей в этом мире. Сначала я оправдывался, говоря, что они всего лишь персонажи романа. После того, как я узнал этот мир такой же реальный, как и мой прошлый, я сразу же сменил оправдание на то, что это то просто необходимо. Возможно, это стало причиной того, что соавтор оставил мне именно это телосложение. Он оставил мне способность спасать людей, а не убивать. Внезапно то, что сказал мне Ким Суха в прошлом, прозвучало у меня в голове. Каждый в этом мире – главный герой. Он был прав. Даже если все обо мне забыли, я все еще могу жить своей жизнью. Возможно, я смогу жить куда принципиальней, чем раньше. По крайней мере, нынешний я не стал бы делать нечто настолько глупое, как относиться к этому миру, как к истории. Я с ухмылкой взял купон и разорвал его пополам. Синий поток ауры вырвался из бумаги и медленно изменил мое тело. Ху. То, что все лечебные эффекты, которые я запомнил до этого, были стерты, не имеет значения. Я могу просто начать все сначала. Посмотрим. Хлоп-хлоп. Я энергично похлопал в ладоши и зашел на сайт сущности фармацевтики. И через пять минут, я понял, что для того, чтобы попасть хотя бы на собеседование требуется образование. Очевидно. Я имею в виду, какая фармацевтическая компания примет человека, который не учился в медицинской школе. Поскольку это была настолько очевидная вещь, она даже не была указана на сайте с вакансиями. Эх, ну я не хочу сдаваться. Думаю, можно попробовать подать резюме в отдел «Продал» или еще куда-нибудь. Англия, Букингемский дворец. Рычел и Иван Диль, которая была занята разговором со своими друзьями по видеозвонку, были в личном офисе принцессы. Ун, увидимся позже. Теперь у меня много свободного времени. Иван Диль, ты теперь знаменитость. Ты уверена. Им-им-ым. Не волнуйтесь, у меня есть время. Хе-хе-хе. Ура. Тогда будем ждать тебя. Увидев, как Иван Диль ярко улыбается, разговаривая с друзьями, Рычел пришла в голову неожиданная мысль. Всегда ли маленькие дети так громко и энергично разговаривают, общаясь со своими друзьями? Нет, не то. Тогда о чем же она думала? Рычел нахмурилась, пытаясь понять, что за мысль только что промелькнула у нее в голове. Ун, увидимся. В этот момент Иван Диль повесил трубку и, ярко улыбнувшись, произнесла те самые слова. «Я хочу с тобой увидеться. Я хочу с тобой увидеться». Рычел не знала, о ком речь. Недавно Иван Диль начала произносить эти слова во сне и инстинктивно и не задумываясь днем. Она говорила это во время еды, душа, пробежки. «Я хочу с тобой увидеться». Это было почти как привычка. Даже когда Рычел спрашивала, с кем она хочет увидеться, Иван Диль лишь наклоняла голову на бок. Тук-тук. В этот момент в дверь постучали, из коридора раздался голос секретаря королевского двора. Она почти приехала. Юйон Ха почти добралась до Букингымского дворца. Рычел просто ответила хорошо и вышла из дворца вместе с Иван Диль. Премьер-министр, члены его кабинета и члены парламента уже собрались в саду. «Не нервничайте, принцесса. Мне кажется, все пройдет хорошо». Несмотря на свои собственные слова, премьер-министр не переставая дрожал. «Хорошо, премьер-министр. Вы тоже не нервничайте. Ха-ха-ха-ха, нервничать? Никогда. Никогда. Я никогда не нервничаю. Ха-ха-ха-ха». Примерно через пять минут ожидания перед их глазами появился лимузин Юйон Хи вместе с невероятной свитой охранников. Выйдя из машины и получив теплый прием от премьер-министра и членов парламента, Юйон Ха направилась в конференц-зал. Пока они шли, премьер-министр попытался пошутить, на что получил очень холодную реакцию генерального директора. «А теперь давайте начнем переговоры, но, перед этим, скажите мне, пожалуйста, что здесь делает ребенок?» В конференц-зале Юйон Ха обнаружила Иван Дель, сидящую рядом с политиками, и немного потеряла спокойствие. Принцесса рычал. Острый взгляд Юйон Хи обратился к Рычал. «Да». Рычал поморгала, делая вид, что ничего плохого не замечает. Иван Дель также заморгала и посмотрела на Юйон Ху. Сидя на стуле, который был намного больше, чем ее тело, девочка еле-еле могла положить обе руки на стол. Юйон Хи любое действие маленькой ведьмочки казалось невероятно милым, но... Она знала, что нельзя смешивать приятное с полезным. Это важная дипломатическая встреча. Пожалуйста, оставьте Иван Дель в стороне. «Нет, Иван Дель здесь, потому что она хочет участвовать в разговоре», ответила Рычал, глядя на Иван Дель. «Что?» Юйон Ха нахмурилась. «Это принцесса, что серьезно пытается использовать ребенка для улучшения результатов переговоров. Иван Дель хочет стать героем в будущем, и английский королевский двор планирует поддерживать ее настолько, насколько это будет возможно. В конце концов, ее талант невероятен. Мы надеемся, что благодаря этой встрече Иван Дель станет членом как корейской, так и английской гильдии». Плечи Юйон Ха напряглись. Идея Рычал была достаточно ясна. Юйон Ха несколько секунд поломала голову, а затем, кашлянув, кивнула. «Понятно. Что ж, я слышала о достижениях нашего маленького героя. Отличная работа, будущий герой Иван Дель». «Э, ах, хе-хе-хе. Спа-спасибо». Иван Дель изо всех сил старалась не рассмеяться. Юйон Ха тоже слегка улыбнулась, достала принесенные ею документы. «Теперь, давайте начнем переговоры. Корея, Сеул, особняк Чичучхаля. Мы приехали, великий герой ним». Тем временем Чина Юна пробудилась ото сна, услышав голос своего водителя. Она вернулась домой, завершив свою миссию. Чина Юна прищурилась, по какой-то причине из ее рта стекала слюна, а из глаз слюни. Слюни — это одно, но почему она плакала? «Ах, спасибо. Ху-а-а-а». Чина Юна зевнула и вытерла слезы и слюни, которые сейчас час, один тридцать. «Вау, правда? Я сражалась восемнадцать часов? А я думала, почему же я так чертовски устала? Почему бы вам тоже не сформировать команду? Это значительно снизит нагрузку. Хэм? Ах, нет, мне нравится сражаться в одиночку». Официальная позиция Чина Юны — великий герой. Это звание было равносильно должности лидера группы, и она была одним из самых высокопоставленных офицеров сущности пролива. Хотя у нее было право и власть сформировать свою собственную команду, она этого так и не сделала. Чина Юна выполняла свои миссии почти исключительно в одиночку. Даже она сама не знала, почему. Чина Юна просто думала, что должна. «Можешь возвращаться. Я сама завтра со всем разберусь, так что отдохни». «Да, спасибо». Чина Юна вышла из лимузина и отправила водителя домой. Она как обычно прошла мимо входной двери Ханака, но сегодня она внезапно почувствовала определенное присутствие. Это принадлежало убийце. Фактически, этот человек специально показывал, что он рядом. Чина Юна повернулась в сторону присутствия. «Эй, сумасшедшая девчонка! Давно не виделись, из темноты появилась угрожающая фигура, ужасающие мышцы и выпирающие вены. Человек-монстр, которого невозможно было убить даже мечом». Чина Юна потянулась назад и схватила свой бальмонг. «Ах, не нужно так осторожничать! Я здесь не за тобой!» Чок Чинген махнул рукой и гордо направился ко входной двери. Чина Юна, ни капли не расслабляясь, спросила. «Что тебе от меня нужно? Я же уже сказал, что я здесь не за тобой. Я здесь за твоим дедом. За дедушкой? Ага. Я пришел, чтобы заставить твоего старика заплатить за его прошлые грехи. Что? Не притворяйся, будто не знаешь. Я про инцидент в Квано. Чина Юна вздрогнула. Она знала, в чем дело. Убийство невинных людей ради того, чтобы заставить политического оппонента молчать. С сокрытие всех записей и манипулирование СМИ – поистине чудовищная бойня. И? Им им должно же было быть что-то еще? Нет? Неужели в этом инциденте не было еще чего-то важного? Итак, расскажи мне, где твой ста? Посреди вопроса, в затылок Чок Чингена внезапно впилась стрела. Судя по тому, что его голова наклонилась вперед на 90 градусов, атака была довольно сильной. Чок Чинген некоторое время оставался в этом положении, а затем стиснул зубы и взглянуть в сторону стрелка. Это глупая женщина. Она, что, думает, что теперь она здесь главная. Никакого насилия. Внезапно сверху раздался чистый голос. Пораженная Чен Аюна повернулась в сторону голоса. Лучница в капюшоне сидела на вершине сосны возле особняка. «Прости, что так неожиданно навестили тебя, Чен Аюна Си», сказала лучница, поднимая капюшон. «Но это просто необходимо сделать. Мы также хотели бы узнать твое мнение по поводу ситуации, так что прости за нашу грубость». Когда лицо лучницы раскрылось, глаза Чен Аюны наполнились шоком. Чин Си Йон Си. «Ага». Чин Си Йон слабо улыбнулась и посмотрела на Чен Аюну. «Рада тебя видеть, Чен Аюна. Ты почему вы здесь? Точнее, как вы связаны с этой сумасшедшей мускулистой свиньей? Мускулистой свиньей? Ты, что, вообще су? Так, Чин Си Йон легко приземлилась на землю и подошла к Чен Аюне, которая все еще находилась в состоянии легкой паники. «Я знаю, что это все довольно неожиданно, но я хотела узнать твое мнение по поводу кое-какой ситуации», — с серьезным лицом произнесла божественная лучница. «Мнение, мое?» Когда Чен Аюна в изумлении переспросила, Чин Си Йон серьезно ответила. «Я перейду сразу к делу. Мы планируем ограбить сущность фармацевтики и вернуть Чичу-Чихалю эмоции». И, поскольку Чин Си Йон опустила несколько длинных, но важных объяснений, и в без того пустой голове Чен Аюны образовался вакуум три человека, найдя на поляне три камня, каждый размером со стул, сидели лицом к лицу в темном лесу. Чин Си Йон объяснила свой план смущенной Чен Аюне. Чен Аюна задал несколько вопросов, прежде чем наконец полностью поняла, что происходит. План Чин Си Йон состоял в том, чтобы изгнать коррумпированных политических деятелей Ассоциации. Возвращение эмоций к Чичу-Чихалю было лишь частью этого плана. Руководители Ассоциации ради своей безопасности и благосостояния сотрудничали даже с джиннами. Зная об опасности побочных эффектов даров, они все равно использовали детей как средство замедления своего старения или как оружие массового поражения. Они угрожали бессильным странам, используя нас, героев, и начинали войны, чтобы монополизировать подземелья и артефакты. На Юна Си они больше не объединение героев. Пришло время все исправить. Хотя мир все еще занят восстановлением после битвы с Баалом и сражениями с новым злом, это лишь делает этот еще более подходящим. Если мы позволим Ассоциации существовать и дальше, они могут начать сотрудничать с новым злом. В конце концов, для того, чтобы Ассоциация сохранила свою силу, нужен явный враг. Чен Аюна опустила голову. Ее тени не было видно в темном лесу. Пока Чен Аюна молча сидела, Чок Чинген нахмурился и подошел к Чин Сэйон. Подожди, получается, ты не собираешься драться с Чичу-Чихалем? Да. Вместо этого нам нужно объединиться с ним. Лишь с одной силой группы Хамелеона обрушить молот правосудия на Ассоциацию просто невозможно. Хотя все члены группы Хамелеона обладали невероятной силой, политической власти у них не было. Конечно, Дар Джейн был огромным бонусом в этом отношении, но одного этого было недостаточно. Вы хотите объединиться с моим дедушкой? Подавленным голосом спросила Чен Аюна. Да. У Чичу-Чихаля уже давно нет эмоций, так что в то время у него должна была быть веская причина для помощи Ким Сакха или Югха. Из отчетов видно, что Дэхён смогли расшириться благодаря этому инциденту. Но такие отношения просто не могут продолжаться вечно. Причина этого заключается в том, что у бессмертного, опять же, нет эмоций. Использование и отсутствие эмоций, чтобы разорвать договор, заключенный из-за безэмоциональности. Таков был план Чен Сы Юн. До сих пор Чичу-Чихаль поддерживал взаимовыгодные отношения с руководителями ассоциации. Если они станут бесполезными и появятся явные доказательства, подтверждающие это, Чичу-Чихаль, несомненно, отвергнет их. Однако Чена Юна, по одной простой причине, все еще колебалась. Даже если это произойдет, дедушка не пожалеет о своих прошлых поступках. Чичу-Чихаль сыграл огромную роль в трагедии, известной как инцидент в Квано. Но бессмертный никогда не чувствовал и никогда не почувствует печали или вины. Противоядия под названием эмоций для него просто не существовало. Услышав Че Наюну, Чин Сы Юн покачала головой. Ты ошибаешься, Наюна Си. Сущность фармацевтики разрабатывает лекарства для борьбы с побочными эффектами даров. Че что? Лекарства от побочных эффектов? Да. Джейн получил эту информацию после проникновения в сущность фармацевтики. Чин Сы Юн продолжила говорить низким, серьезным тоном. Хэнкес и Аджи Джин из девяти звезд. У Хэнкеса было несколько прототипов лекарства от побочных эффектов, которые он принимал. Хэнкес пожертвовал их сущности фармацевтики, и те в свою очередь надлежащим образом проводят исследования по этому вопросу. Глаза Чин Аюны расширились. И тогда, когда лекарство будет готово, да, к Чичучхалю вернутся эмоции. Ха. От шока у Чин Аюны отвалилась челюсть, но в следующий момент она пришла в себя и внезапно забеспокоилась. По правде говоря, даже она не знала, каким изначально был Чичучхаль. Что, если ее дед с самого начала был беспощадным злодеем, что ей тогда делать? Что, если отсутствие эмоций делало бессмертного менее опасным для общества? Если он убивал людей по своей прихоти и изначально относился к любви, сочувствию и состраданию как к мусору, тогда, эта возможность начала захватывать ее голову. Однако Чин Аюна сжала кулаки и успокоила свое сердце. Она решила поверить в доброту, которую Чичучхаль показал в качестве ее дедушки. Она была просто обязана поверить, все, чтобы выплатить долг тому человеку. Хорошо, я помогу. Спасибо. Чин Сэйон поклонилась и от всего сердца поблагодарила ее. Прости за такое необоснованное требование. Даже если ты никак не связана с этим инцидентом, я, эээ, нет, я тоже свя. Чин Аюна не смогла закончить свое предложение. Инцидент в Квано. Преступление, совершенное ее дедушкой. Трагедия, которую нужно было исправить. Но разве с этой историей больше не было ничего связано? Определенно, должно быть что-то еще. Укх. Резкая боль внезапно вспыхнула в голове Чин Аюны. Она схватилась за голову и опустилась на колени. На Юна Си. Пораженная происходящим, Чин Сэйон схватила тело Чин Аюны. Расщепляющая мозг боль не собиралась исчезать. Но даже испытывая такие мучения, Чин Аюна продолжила думать. Она знала, что забыла о чем-то важном. Она не знала, что о чем именно. Но ее сердце продолжало заставлять ее делать многое именно ради него. Ты в порядке? На Юна Си? На Юна Си. Боль внезапно исчезла, и Чин Аюна тупо уставилась на Чин Сэйон. Божественная лучница смотрела на нее обеспокоенным взглядом. Ты в порядке? А, а, да, я в порядке. Чин Аюна дотронулась до своего ожерелья, встретившись взглядом с Чин Сэйон. В этот же момент в ее голове внезапно возник вопрос. Это ожерелье разве мне его не подарили? Нет, это не подарок, поэтому я должна его вернуть. Но кто мне его подарил? Кому я должна его вернуть? Чин Аюна медленно закрыла глаза. На этот раз она не отстранилась от мира из-за боли. Она начала медитировать, чтобы хоть что-нибудь вспомнить. Тем временем, Ким Суха стоял перед офисом лидера гильдии, куда он пришел для встречи. Священная милость творца, лидер Юнь Сона. Табличка с именем светилась зеленым светом. Тук-тук. Когда Ким Суха постучал в дверь, Юнь Сона открыла ее и с улыбкой приветствовала его. Заходи. Ким Суха формально поклонился и вошел внутрь. Он думал об этом каждый раз, когда был здесь, но кабинет главы гильдии действительно выглядел как стадион под куполом. Мало того, что стены были круглыми, даже потолок был куполообразным. У тебя была встреча? Спросил Ким Суха, оглядывая хаотичный офис. Результаты и ранг священной милости творца были записаны на доске. Ага, ты только посмотри. Рейтинг нашей гильдии. У нас все и правда неплохо, разве нет? Юнь Сона сидела во главе стола и радостно смеялась. Ким Суха сел рядом с ней и тоже посмотрел на рейтинг. Один ранг сущность пролива. Два ранг опустошенная луна. Три ранг священная милость творца. Четыре ранг святилище холода. Сущность пролива сейчас практически невозможно обогнать, но нам удалось занять трие место благодаря недавнему штурму пещеры острова Аэда. В ее голосе одновременно звучала и гордость, и горечь. Как Юнь Сона и сказала, хотя священной милости творца удалось вернуть себе некоторую часть былой славы, пропасть между ними и сущностью пролива было просто невозможно преодолеть. Даже если они не будут работать десять лет, мы не сможем их догнать. «Это же вроде несправедливо, тебе так не кажется?» проворчала Юнь Сона, заваривая две чашки чая, одну для себя и одну для Ким Суха. Ким Суха заговорил со слабой улыбкой. «Если думать о них как о союзниках, то это довольно хорошо. В любом случае, зачем ты позвала меня?» «Ах, понимаешь, ассоциация сделала запрос. Это приказ об убийстве. Прости, убийство». Ким Суха нахмурился. Он никогда не ожидал услышать слово «убийство», особенно от ассоциации. «Ага, об этом попросил лично глава ассоциации. Ты ведь слышал о группе Хамелеона? Да, они хотят, чтобы мы устранили эту группу». «Э?» Ким Суха был ошеломлен. «Конечно, за все время...»